ШАХМАТОВА. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ПРЕДИСЛОВИЕ Шахматова сыграла большую роль в истории развития творчества Блока. И, конечно, не одно только Шахматова, а весь уклад той семьи, которая проводила в нем лето многие годы подряд. На месте уютной шахматовской усадьбы теперь зеленая заросль. Нет ни дома, ни служб, ни того флигеля, где жил когда-то блок ребенка, позднее юный поэт со своей женой. Куртины розового шиповника на широком дворе слились кустами алых прованских роз, окружавших флигель. Сад, примыкавший к дому, заглох, и старые липы уже начинают рубить. Многих из обитателей и посетителей бывшего поместья Бекетовых уже нет на свете. Сама я не была там с семнадцатого года, но знаю о постепенном его разорении от моих племянников Кублицких, которые время от времени посещают Шахматова и сообщают мне все новости об этом уголке, столь любимом когда-то Блоком. Теперь уже Шахматова с его прошлым становится легендой. Вот это-то прошлое, и хочу я восстановить во всей его жизненной правде, отразив окружение Блока, которое способствовало развитию его таланта. Я начну свой рассказ с той поры, когда Шахматова стала достоянием семьи Бекетовых за пять лет до появления на свет будущего поэта. Вступление. Шахматова куплена моим отцом Бекетовым в 1875 году. Примечание. Шахматова было куплено осенью 1874 года, а лето 1975, первый сезон, проведенный Бекетовыми, в имении. Смотри, Станислав Лесневский, путь, открытый взором. Москва, страница 29-30. То было время назревающего балканского вопроса. Русские добровольцы стремились на Балканы за генералом Черняевым. Достоевский был занят дневником писателя и тоже балканским вопросом. Толстой печатал в русском вестнике Анну Каренину. Тургенев царствовал в вестнике Европы. Отечественные записки жадностью читались либералами и народниками. Главным образом поглощались щедринские очерки, с упоением расшифровывался знаменитый эзоповский язык, повторялись словечки. Тургенева многие предпочитали даже Толстому и Достоевскому. То было время передвижных выставок и направленства во всех искусствах, не исключая и музыки. Глава первая. Сестры Бекетовы, в те дни под петербургским небом живет дворянская семья. Блок возмездия. Состав семьи Бекетовых, дух которой великолепно схвачен возмездий, фактически рознился от того, что представлено в поэме. В семье ничего порно росли не три, а четыре дочки. Четырех трудно было бы втиснуть в ямбы. Старшая, Катя Екатерина Андреевна, будущая писательница, умерла, когда поэту было 11 лет. От нее остался у него в памяти бледный облик, не попавший в поэму. Вторая, Соня, Софья Андреевна, попала в старшие сестры. Третья Ася или Аля, будущая мать поэта Александра Андреевна, превратилась в меньшую, а четвертая Маня или Маля, Марья Андреевна, автор этой книги, оказалась старше предыдущей Аси. Последняя, то есть перестановка двух младших сестер, имела полное основание, так как и в детские, и в молодые годы я часто играла роль старшей сестры для Аси. Я была солиднее, выдержаннее, серьезнее, а она сорванец и всеобщий баловень. Характеристики трех сестер, в общем, очень верны, но вот как было на самом деле. Четыре сестры Бикетовых составляли две неразлучные пары. В первой были Катя и Соня, во второй Ася и Маня. Каждая пара являла собой два разных типа, связанных дружбой. Катя и Ася были живые, кокетливые, откровенные девушки с ярко выраженной индивидуальностью и наклонностью к деспотизму или, по меньшей мере, к преобладанию. Обе, не стесняясь, говорили о своих увлечениях и неудержимо стремились к завоеванию жизни. Ася, с более сильным темпераментом, была непосредственнее, добрее и ласковее Кати. Мы с Соней были менее горячие, менее ярки, но более постоянны, глубоки и скромны. Романтичны были все четыре. Я соприкасалась с Катей своей любознательностью и склонностью к точному знанию. Нам с ней обеим было всегда не лень учиться. Ася и Соня учиться не любили и способностями уступали нам с Катей. Всех заметнее и способнее была старшая сестра, у которой была блестящая память. Все давалось ей чрезвычайно легко, но не оставляло глубоких следов на ее миросозерцании и вкусах. Кроме того, она быстро охладевала к своим занятиям. У нее были изрядные способности к рисованию. Она несколько раз принималась брать уроки живописи, но вскоре бросала их и, овладев рисунком, остановилась на плохой акварели. К языкам она была тоже очень способна. Из нее вышла хорошая переводчица, менее яркая, но более точная и литературная, чем наша мать, так как у матери был настоящий талант, а у нее только известная даровитость. Следующая по способностям была я. Я вообще хорошо училась, но брала не памятью, а с меткой и рвением. У меня была сильная склонность к математике и к музыке, но мои способности к языкам были гораздо слабее. Все мы отличались даром слова и любовью к литературе и были сильны в русском языке. Сестра Сони была вообще довольно ленива, но ей легко давались языки. Она хорошо говорила по-французски и по-английски, причем отличалась необыкновенно изящным выговором. Катя знала также немецкий, итальянский, даже испанский языки. Ася училась очень неровно, к языкам была не более способна, чем я, что не помешало ей в будущем сделаться хорошей переводчицей. Но она знала только французский язык, а я переводила с французского, немецкого и польского. Самая блестящая из нас была Катя, а самая оригинальная — Ася. По наружности сестры Бикетовой тоже представляли два типа. Соня и Ася были очень женственны, с волнистыми линиями тела и округленными лицами. Мы с Катей худые, с угловатыми фигурами. Катя была совсем не женственна, но, что называется, интересная. У нее был нежный цвет лица, живые переменчивые глаза с темными бровями и длинные ресницы, довольно тонкий профиль и пышные пепельные волосы, которые она разнообразно и красиво причесывала. Соня была белокурая, розовая, очень свежая и миловидная девушка, небольшого роста. Талия в рюмочку, английский локонный и мечтательный вид — такова она на портрете невесты за двадцать лет. Асю я уже описывала не раз. Одни находили, что всех красивее Катя, другие предпочитали Асю, но Ася была, несомненно, привлекательнее Кати и больше нравилась мужчинам. Соня была очень миловидна и привлекала своей целомудренной тихой женственностью. Единственной несомненной дурнушкой была я, хотя очевидцы уверяют, что я была не так дурна, как казалась себе самой. Прибавлю, однако, что я никогда не завидовала сестрам, всегда восхищалась их наружностью и гордилась их победами. Зато Катя и Ася вечно соперничали между собой по части успехов. Катя, что называется, затирала младших сестер, не давая им ходу. Мы с Соней не предъявляли никаких протестов. Отчасти по миролюбию, отчасти по скромности и с гордости. Но Ася была не из тех, кто способен был уступить в том случае, если хотели ее затушевать и отодвинуть на задний план. Она не отбивала чужих поклонников, но за свое право веселиться и нравиться, очень держалась и порядочно воевала с Катей. Положение Кати в семье было особое. Ее сильно отличали от других дочерей и родителей, особенно отец. Ей внушено было, что она существо высшего порядка. И умнее, и красивее, и крупнее сестер. Он прямо говорил нам, что по сравнению с ней мы мелко плаваем. Отец наш нежно любил и баловал нас всех, но его пристрастие к Кате было уже выше всякой меры. Это портило наши отношения с ней, а главное, сильно вредило ей самой, так как дурно влияло на ее характер и манеру себя держать, и выставляло ее в невыгодном свете. Все это со временем сгладилось, но в молодые годы было очень остро. В заключение скажу о том, где и как учились сестры Бикетовой. Сестра Катя получила почти целиком домашнее воспитание. Ей нанимали учителей истории, географии, математики и так далее. Русскому языку она училась больше по книгам, а французскому у матери. Остальным научилась впоследствии собственными силами. Немецкому во время заграничной поездки уже за 20 лет, без всяких уроков. Итальянскому и испанскому при помощи грамматики и словаря, а читала в подлиннике божественную комедию Данте и испанских классиков. Систематически училась она только английскому языку, для чего уже взрослой брала уроки у англичанки. Сестра Соня училась французскому языку у матери в гимназии, английскому только в гимназии, а говорила на обоих языках лучше Кати, которая тоже на них говорила. Мы с Асей гораздо менее способны к языкам, плохо говорили по-французски, учась сначала у матери, а потом в гимназии. Ася дальше французского языка не пошла, а я, учась только в гимназии, читаю и совсем плохо говорю по-немецки. Могу читать с грехом пополам английские книги и самые легкие итальянские. Еще выучилась польскому языку, свободно читаю и плохо говорю. Все сестры, кроме Кати, учились в гимназии, Соня в частной, мы с Асей в частной и в казенной. Можно смело сказать, что отец своим непомерным баловством всячески мешал нам учиться. При малейшем дожде он отговаривал нас идти в гимназию и совершенно не признавал авторитета учителей. Когда мы рассказывали, что кто-нибудь из них сделал нам замечание или в чем-нибудь нас не одобрил, он тут же объявлял, что они дураки и ничего не понимают. Мать же, напротив, всегда поддерживала авторитет учителей и гимназического начальства и требовала от нас исполнения долга, насколько это было возможно, при столь баловливом отце. В конце 60-х годов открылась в Петербурге первая частная женская гимназия с Першневой. Она помещалась в скромном деревянном домике с небольшим садом в четвертой линии Васильевского острова, откуда перешла вскоре в довольно роскошное помещение во второй линии близ Большого проспекта. Содержательница гимназии, урожденная Черепанова, была женщина просвещенная и неглупая, но слишком самолюбивая и властная. В гимназии была большая программа, близкая к размерам программ мужских гимназий, особенно напирали на математику, физику и химию. В старших классах ввели даже для желающих классические языки, которые могли быть полезны для поступающих на открывшиеся в то время высшие женские курсы. Французские, немецкие, английские языки преподавали иностранки, учителей нанимали с большим разбором, впрочем, все-таки не всегда удачно. В приготовительном классе было введено наглядное обучение и другие приемы немецких педагогов, о чем я скажу подробнее ниже. Между прочим, преподавалось чисто писание и введена была гимнастика, причем некоторые движения мы проделывали под собственное пение примитивных мотивов, с банальными словами вроде следующих. Утро проснулось, солнце взошло, все встрепенулось и все ожило. Танцы не преподавались, но уроки пения давал известный в то время Горянский, плохие песни которого мы часто исполняли в классе, но взрослые ученицы, близкие к выпуску, пели такие сложные вещи, как хоры из стаба тматор, рассини. Были введены и специальные уроки картонажного и переплетного мастерства, из которых нас держали до пяти часов вечера. Я, между прочим, очень любила эти уроки, тем более, что преподаватель был очень симпатичный. В гимназии были всевозможные пособия вроде чучел птиц и зверей, которые приносились на уроки зоологии. Классы были обставлены уютно, не на казенный лад. У маленьких были парты, а в средних и старших классах длинные столы, покрытые зеленым сукном, за которыми сидели ученицы, которых особенно вначале было немного. Рисованию обучали, конечно, тоже. Во время большой рекреации девочек младших классов выпускали в сад. Введены были вначале, конечно, за оплату сытные завтраки с горячим молоком и мясными блюдами. Сестры Соня и Ася поступили в гимназию лет девяти и одиннадцати. Я так приставала к матери, скучая без сестер, особенно без Ася, что и меня отдали в гимназию в возрасте семи лет, когда старшие гимназистки принимали меня по росту, за пятилетнюю ласкали, как маленькую. Я была довольно бойка и порядочной по прыгуни, читала совсем свободно и осмысленно, умела писать и считать, а главное, была гораздо развитее своих подруг. Помню, как какой-то педант, учитель с немецкой фамилией, заставлял нас точно формулировать, где стоит, например, данный стул. На этот вопрос в требуемой форме могла ответить одна только я. Класс повторял за учителем и за мной раз десять одно и то же, что было невыносимо, скучно и вряд ли полезно. Учитель русского языка, поживее того, заставлял нас описывать, что мы видим на картине, где изображено было в красках на верхнем плане поле и пашущий крестьянин, на нижнем — ржаное поле со жницами. Мы должны были повторять двадцать раз к ряду в одних и тех же выражениях, эти нехитрые описания, в самом сухом буквальном изложении. Я от души возненавидела. Все эти картины и упражнения явно заимствованы из немецкой педагогики, а позднее связала с ними пошловатое стихотворение Майкова. Пахнет сеном над лугами, песней душу веселя, Бабы с граблями рядами ходят сено шевеля. Стихи эти я не взлюбила, тем более, что учитель заставлял нас произносить их, нарушая ритм, то есть останавливаясь с ударением после слова «ходят». Марья Петровна Спешнева была женщиной еще молодая и обаятельная. Все гимназистки ее обожали и смертельно боялись. Таково было ее моральное воздействие без применения каких бы то ни было наказаний. Помню, как я девочка, далеко не робкая и в то время довольно самоуверенная, от смущения не могла петь в ее присутствии, когда меня вызвал Горянский, сказав предварительно Марье Петровне, как я хорошо пою для своих лет. Мне было в то время лет восемь, и я отличалась особенно верным слухом. Обязанности инспектрисы исполняла приятельница Марии Петровны, разовощекая старая девица с локонами, очень добрая, но глупая и педантка Марья Дмитриевна. В гимназии был очень строгий режим, требовалось не только прилежание и хорошее поведение, но и строгость в костюме. Ученицы носили форму, коричневое платье с черным передником, но если девочка надевала, например, брошку, Марья Дмитриевна делала ей выговор в мягкой, но скучной форме, вроде следующего. Ты хочешь показать, что у тебя есть брошка, Ляля? Аня Иванова, пойди сюда. Аня подходила. Скажи, Аня, у тебя дома есть брошка? Есть, Марья Дмитриевна. Вот видишь, Ляля, у Ани тоже есть брошка. А вот она ее не надела. Никогда не носи в гимназии брошку. Сними ее. Таким путем преследовалось тщеславие. К числу особенностей этой гимназии относилось такое, например, правило. Девочки должны слушаться не родителей, а гимназическое начальство. Однажды у сестры Сони заболело горло. Опасного ничего не было. Мать отпустила ее в гимназию, завязав ей горло белым полотняным платком. Увидав Соню, Марья Дмитриевна немедленно начала допрос. Почему у тебя завязано горло, Соня? У меня болит горло, Марья Дмитриевна. Сними сейчас же платок. Мне мама велела его носить. Это все равно. В гимназии ты должна слушаться меня, а не маму. Если я говорю, чтобы сняла платок, ты должна его снять. При этом Марья Дмитриевна выговаривала не гимназия, а гимназдия. А голос у нее был, как из бочки. Ее не боялись, но не любили. Кстати, о педагогических упражнениях Марьи Дмитриевны я могу сообщить, что сестра Катя тоже пробыла в гимназии Спешнева около года в одном из старших классов. Она училась, конечно, прекрасно, благодаря своим блестящим способностям, но у нее произошел неприятный инцидент с Марьей Дмитриевной, которая ее далеко не плаксу и очень гордую девочку довела до слез, отчитывая за то, что она пришла в гимназию в черном платье с красными бантами. Дома она не привыкла к выговорам, а Марья Дмитриевна порядком ее распушила. После этого случая Катя уже не вернулась в гимназию. Не этот ли эпизод с красными бантами послужил блоку, вероятно слыхавшему о нем от матери, прототипом к той красной косоплетке, о которой говорится на страницах возмездия при обрисовке характера младших сестер. Велит ей нрав живой и страстный дразнить в гимназии подруг, и косоплеткой ярко-красной вводить начальницу в испуг. Однажды в гимназии с Пешневой произошел случай, очень характерный для нравов начальницы и ее отношения к ученицам. Пригласили новую учительницу французского языка, мадемуазель Бе. Я хорошо ее помню. Брюнетка средних лет с жалчным и злым лицом. Она оказалась очень неприятной, так что девочки ее не взлюбили. Само собой разумеется, что они и рассказывали дома про эту учительницу, жалуясь на ее несправедливости и резкий характер. Через несколько месяцев после ее поступления в петербургском листке появилась статейка на ее счет. Кажется, даже была названа ее фамилия и гимназия, в которой она преподавала. Газетка попала в руки Марьи Петровны. В тот же день она созвала после класса всю гимназию. Ученицы почувствовали, что готовится что-то необычайно, и сразу пришли в нервное состояние. Среди гробового молчания Марья Петровна, бледная и взволнованная, спросила значительным тоном «Дети, кто из вас рассказывал дома про мадемуазель Бе?» Разумеется, таких было много, но все до того боялись Марии Петровны. Обстановка была столь торжественная, что гимназистки молчали. И одна только я, со свойственной мне преувеличенной добросовестностью, решилась признаться в том, что явно считалась предосудительным. Я выступила вперед из рядов прочих девочек и пропищала. Я рассказывала Марья Петровна. Мне было в то время лет восемь, а на вид не больше шести. Но неумолимая начальница не только не похвалила меня за честность, но наоборот наказала своим презрением, объявив, что она не подаст мне руки. Я была в отчаянии от этого проявления ее гнева, и по дороге домой горько плакала. Но эпизодом со мной еще не кончилась эта сцена, которую устроила Марья Петровна. Она подошла к одной из старших девочек и сказала патетическим тоном, показав на нее пальцем «Я знаю, кто больше всех!» Рассказывал дома про мадемуазель Бе. «Это вы, Мейнгард!» Эффект был поразительный. Румяная и обычно спокойная девушка с милым лицом и двумя прекрасными косами упала в истерике, после чего во многих углах послышался плач и рыдание. Марья Петровна объяснила всю чудовищность поведения Мейнгард. «Что было дальше, не помню. Должно быть, нас с Ассией поскорее увела домой рассудительная Соня, которая вообще опекала нас, как старшая сестра. Хорошо помню, как в дождливую погоду она брала нас с Ассией с двух сторон под руку, а сама держала над всеми тремя большой дождевой зонтик. Помимо многих недостатков спешневской гимназии, ее можно все-таки помянуть добром. Там много и, по большей части, хорошо учили. Общий недостаток был тот, что многие учителя слишком много задавали уроков, чем сильно утомляли учениц. Больше всего преподавалась почему-то математика во всех ее областях. Особенно хороши были учитель геометрии Страннолюбский и учительница арифметики Таганцева, сестра известного юриста и профессора, в руки которой перешла впоследствии гимназия с Пешневой, которую она вела в том же строгом духе, но без истерических сцен. Из иностранок самая талантливая была уже старая, но все еще красивая мадемуазель Дюбю, а всего милее англичанки, которые все, как на подбор, были хорошенькие. Особенно две из них напоминали ангелов со старинных картин, высокие и белокурые, стройные с прелестными бледными лицами и тонкими чертами. Хуже всего преподавалась география. Помню двух учителей. Один из них — Литвин или белорус Махвич Мацкевич. Был очень живой, но малосведущий. Кроме того, замучил нас, заставляя заучивать наизусть цифры, обозначавшие точки, где скрещивались меридианы и параллели главных пунктов той ломаной линии, которая обозначала очертания материков. Другой учитель, Обломков, был крайне сух и преподавал свой предмет с чисто внешней стороны, вследствие чего география казалась мне невыносимо скучной. В четвертом классе у меня начались такие главные боли, что меня взяли из гимназии с Пешневой, прихватив за компанию уж и Асю, и обоих нас отдали в соответствующий класс Василиостровской казенной гимназии, помещавшейся в девятой линии, где нам сначала почти нечего было делать. Единственный предмет, к которому пришлось серьезно готовиться, был закон Божий, то есть, собственно, катехизис, до которого мы еще не дошли у Спешневой. Сестра Соня, дойдя до последнего класса гимназии с Пешневой, ушла оттуда, не кончив экзаменов. Асю взяли из последнего класса казенной гимназии по нездоровью. У нее оказался, как следствие, скарлатиной, бывшей в раннем детстве порог сердца, который в то время был еще в зачаточном состоянии, так что она отлично могла бы кончить курс в легкой гимназии, и, вероятно, не так рано бы вышла замуж, и была бы счастливее, здоровее, а, впрочем, тогда не было бы, пожалуй, и всего последующего, то есть Александра Блока и его стихов. Веселая и шаловливая Ася, конечно, не противилась воле родителей и охотно покинула гимназию. Таким образом вышло, что курс в гимназии кончила только я, невзирая на головные боли, которые продолжались, и это было только потому, что мне так хотелось и нравилось. Казенная гимназия оказалась полной противоположностью частной. Программа была бесконечно меньше. После арифметики проходили только начатки геометрии и алгебры, естественной науки, преподавались в минимальном размере и так далее. Вместо гимнастики, разумеется, были танцы, которым учил балетмейстер. Хороших учителей, то есть талантливых, было мало, лучшим из них был Диковский, который преподавал историю и русский язык, причем иногда прекрасно читал нам слух кого-нибудь из классиков и заставлял нас читать, например, отрывки из Пушкинской Полтавы, распределяя по ролям диалог Марии и ее матери, пришедшей к дочери перед казнью Кочубея. Начальница была представительной дамы с изящным французским языком. Она была умная и тактичная женщина и не донимала нас принципами и строгостями. Девочки одевались, как хотели, не без бантиков и брошек, при встречах с начальством и учителями должны были делать глубокие реверансы по всем правилам танцевального искусства. В этой специальности особенно преуспевала Ася, которая была очень грациозна. Перед началом и концом классов мы пели молитву, чего не было в частной гимназии. Раз в год бывали ученические концерты с пением и декламацией. Вообще в этой гимназии жилось легче, не то что успешней. Но все же гимназическая учеба смертельно мне надоела. Так что я была очень рада, когда распростилась с гимназией. Я была бы очень не прочь поступить на бестужевские курсы, но родители меня туда не пустили по слабости моего здоровья, которое действительно было сильно расстроено. Вместо того я усиленно занялась чтением, а главное музыкой. К сожалению, я вскоре бросила уроки рисования, которые брала в школе общества поощрения художеств. Я сделала это главным образом, потому что мне трудно было ходить пешком из ректорского дома на Большую морскую, где помещалась школа, а денег на извозчиков у меня не было. А между тем способности к рисованию у меня были. Из меня бы не вышла настоящая художница, но живопись, хотя бы акварельная, принесла бы мне очень много радостей. Но я углубилась в музыку, то есть стала брать уроки игры на фортепиано, что принесло небольшие результаты, но еще больше расстроило мое здоровье. На обестужевские курсы поступила Катя, предварительно выдержав в специальной комиссии, как и Соня, экзамен на домашнюю учительницу. Начав с блеском, Катя по обыкновению бросила это дело на полдороги и ушла с курсов. А уж мечтала вместе с отцом о будущем профессорстве и о том, как она появится на кафедре в черном шелковом платье. Причиной ухода сестры моей с курсов на этот раз было нечто не от нас зависящее. Ее злостно травила некая курсистка, которая имела виды на одного из молодых профессоров, читавших на курсах. Он был очень близок у нас в доме, и она думала без всякого основания, что он Катин поклонник и будущий жених, и потому подстраивала сестре мои такие каверзы, которые действительно трудно было переносить. Из всего сказанного видно, сколько слаб был к своим дочерям мой отец, так ревностно насаждавший высшее женское образование. Глава вторая. Отец. Родители мои были люди выдающихся и разнообразных дарований, а характерами своими создавали тот светлый, радостный тон, которым окрашена была наша деревенская жизнь. В 1875 году, с которого начинается моя летопись, отцу нашему было 50 лет. Он был очень крепкий и здоровый человек, почти не знавший болезней. В молодости он был некрасив, но в зрелом возрасте его наружность приобрела привлекательность и приятность. Его находили даже красивым. Такую счастливую перемену нередко замечала я в людях, перешедших юношеские тревоги, но только в том случае, если они вели умеренный образ жизни и не знали ни бурь, ни разрушительных страстей, к одной из которых я причисляю болезненное самолюбие, так как, по моему наблюдению, большие эгоисты и большие самолюбцы никогда не хорошеют к старости. Мой отец не страдал ни излишним эгоизмом, ни болезненным самолюбием. Темперамент у него был сильный, но без всякой наклонности к патологии и при этом большие семейные наклонности. В пятьдесят лет он сохранил прекрасную мужественную фигуру, держался прямо, был неутомимый ходок. Его привлекательность происходила главным образом от выражения лица, открытого, доброго и вообще симпатичного. Хорош у него был только умный, спокойный лоб и пышные седины. Он посидел очень рано, и его густейшие курчавые волосы, а также мужественные длинные усы и борода, несомненно, скрадывали недостаток черт и оваловица. Живая речь и быстрые движения делали облик его молодым, несмотря на раннюю седину. Откровенный, непосредственный и пылкий характер придавал ему что-то детское. Он был веселый, нежный отец, всегда готовый не только потакать всем шалостям своих детей, но даже сам иногда в них участвовать. Очень вспыльчивый, но чрезвычайно добрый, он способен был накричать на своих домашних или на собеседника, после чего часто каялся и просил прощения совершенно по-детски. Терпимость была не из его добродетелей, хотя вообще добродетелей у него было много. Об его общественных заслугах я скажу ниже. Что касается дарования отца, то они были разнообразны. Он был талантливый ученый в своей второстепенной науке, ботанике, систематике растений, сделал довольно много. Но успел бы еще гораздо больше, если бы не отвлекала его широкая общественная деятельность и многообразные семейные обязанности. Книги его написаны хорошим литературным языком, описание растений метко и образно, его лекции чрезвычайно охотно посещались. Слушателей у него всегда было много. Не обладая красноречием, он привлекал широтой научных взглядов и обобщений, особенно любили и ценили студенты его общий курс и вступительные лекции. Подробности он иллюстрировал на доске бойкими талантливыми рисунками, очень точно и художественно изображавшими части цветка или же все растения. К живописи у него было настоящее дарование. Он рисовал только акварелью, но его рисунки с натурой и наизусть карандашом и пером поражают смелостью и настоящей художественной правдой. Рисунки растений, предназначенные для его курса ботаники, удивительно тонкие, изящные и точно воспроизводят натуру. В несколько минут он мог нарисовать все, что угодно. Человеческую фигуру, животных, деревья, здания. Все выходило у него характерно и живо. Надо заметить, что он учился рисовать только в гимназии. Другими словами, совсем не учился. У меня сохранились кое-какие его рисунки. Остались после него и литературные опыты, к сожалению, все обрывки. Есть целые главы романа из времен его детства и юности. Некоторые сцены, несомненно, талантливы. Стихов он почти не писал, если не считать тех шуточных виршей, которые он иногда сочинял для нашей потехи. Прибавлю еще, что он был не узкий специалист. Он живо интересовался историей, которую хорошо знал. Увлекался политикой. Был далеко не чужд литературе и любил изобразительное искусство. К числу приятных легких талантов можно отнести его большую способность к языкам. Он знал французские и итальянские языки и умение живо и весело рассказать любой эпизод из действительной жизни. Вообще он был обаятельный человек. Одной из причин этого обаяния была полная бесхитростность и детская доверчивость. Иногда он бывал резок и раздражителен, но груб никогда. Будучи истым барином и белоручкой, выращенной в богатом помещичьем доме и в крепостном быту, он называл горничных «сударыня» и никогда не бронился. К женщинам относился с величайшей симпатией и высоко их ставил. «Мужчины любят самоотвергаться с треском», — говаривал он, — «а женщины делают это незаметно». Недаром так ратовал он за высшее женское образование. Но я уверена, что курсовые комитетские дамы, красавица философова, обаятельнейшая, торновская и очень некрасивая, но аристократическая Стасова и другие дамы, любили его не только за горячую и энергичную поддержку в их деле, но также и за его барственную и приятную наружность, и милую старинную любезность с изящным французским языком и почтительными комплиментами, вроде следующих. Как-то летом в шахматове одна из подруг моих сестер сказала, «Вот удивительно, ко мне на щеку села бабочка. Сударни, она приняла вас за розу», — сказал отец. Примечание. Надежда Васильевна Стасова, 1822-1895, участница женского движения, одна из организаторов воскресных школ и высшего женского образования в России. Варвара Павловна Тарновская, 1844-1913, активная деятельница женского движения. Обе были членами Совета высших женских курсов. Те приятные таланты отца, о которых я говорила, часто служили к тому, чтобы забавлять собственных детей. Я помню, как в детстве, когда мне было лет пять или шесть, а остальным приблизительно семь, девять и одиннадцать, отец рассказывал нам сказку собственного сочинения. В ней не было ни фабулы, ни завязки. Это были различные эпизоды, которые сочинялись много дней сряду и не имели между собой никакой связи, но касались одного и того же лица. Сказка называлась «Принц Балдахон». У принца, конечно, было замок и множество слуг. То он ездил на охоту, один эпизод, то на него напали разбойники, другой эпизод, то он сдавал пир и так далее. Помню все это очень смутно. Все эти рассказы отец тут же иллюстрировал карандашом. Есть рисунок, сделанный красной краской. У меня сохранился портрет принца Балдахона в широкополой шляпе с пером, с орлиным носом, курчавыми волосами, густой бородой и с усами. Лицо мужественное и энергичное. На том же месте внизу голова негритенка. Это, конечно, один из слуг Балдахона. Помню рисунок охоты, Балдахон, едущий верхом по дороге со свитой. Это было едва намечено, но очень выразительно. Эпизод с разбойниками очень приняла к сердцу моя чувствительная сестра Соня. Ей было тогда девять лет. Она даже плакала. Конечно, все кончилось полным благополучием, так что она скоро успокоилась. Кажется, у Балдахона была невеста Клотильда. Стиль не всегда соблюдался. Так, например, на Масленице вместо флага висел у Балдахона на башне замка гигантский блин. Красной краской была нарисована цапля среди болота и убитая дичь. Во время рассказывания сказки отец лежал обыкновенно на диване, но для рисования, конечно, вставал и садился к столу. По временам рассказывалась еще одна сказка. Мальчик Захарчик и девочка Спиридошечка. Все дело было в том, что они жили в лесу в избушке. А при ней был огород, где росли капуста, морковь, огурцы и так далее. Или у них был сад. Там росла малина, земляника, клубника и так далее. Не было даже никаких событий, но мы очень любили эту сказку. Что касается домашних стихов, то тут отец придерживался какого-то особого стиля. Не то архаического, не то уж не знаю какого. По большей части он разражался одностишием или двустишием вроде следующего. Вот сер камень здесь лежит, кло которого мы были. Но раз в жизни он написал шуточное стихотворение в 12 строк, которое было в письме, написанном мне из курорта Киссинген, где он пил воды, живя один и страшно скучая. Это было летом 1874 года, за год до нашего въезда в Шахматово. Мать наша была тогда в Содоне, еще один немецкий курорт, с сестрой Катей, которую доктора послали туда лечиться от плеврита. Скажу мимоходом, что родители мои не признавали русских курортов и чуть что везли детей или сами ехали за границу. Сестра Кать, конечно, отлично могла бы поправиться от обыкновенного плеврита просто в деревне у одной из тетушек, а уж в крайнем случае в Крыму, но ее повезли в Содон. Три остальные сестры проводили лето в Финляндии под присмотром очень популярной в семье тети Сони, старшей сестры нашей матери. Мы занимали верхний этаж дачи, в которой жил приятель отца, ботаник Воронин, со своими двумя дочерьми. Мне было в то время 12 лет, Асе 14, Соне 16. Но вернемся к письму отца из Киссингена. Вначале его выражается одно из типичных для отца опасений. Он боялся, как бы я не вывалилась из экипажа во время поездок на купание, о которых я ему писала. «Ты можешь упасть в канаву и ушибиться», — писал он. «Это мне представляется, когда я дольше обыкновенного не получаю от вас писем, как, например, теперь». «Здесь же давно стоит свежая и даже холодная погода. Дождь, как, например, теперь идет, беспрестанно». Эта новая скука прибавляется к прежней, а потому я сочинил следующее стихотворение. «Смертно скука в Киссингене, давит мя уже давно, но болят мои колени, что немало не умно. Пью слабительную воду, без нее бы обойтись, но теперь вошло уж в моду, чтоб в Германию все брысь. Во Германии же мерзко, немец всюду там торчит, а кому же неизвестно скука, кое он разит». И так далее, и так далее. Отношение к немцам у моего отца было отрицательное, хотя он признавал великие заслуги их писателей, философов и ученых. То ли дело французы, этих он любил страстно, а к Парижу питал особую нежность. «Деды дремлют и лелеют сны французских баррикад, мы внимаем ветхим дедам, будто статуям из ниш, сладко вспомнить за обедом старый пламенный Париж». Александр Блок, том первых стихов, «Светлый сон ты не обманешь». На этот раз судьба жалилась над отцом. Из скучного немецкого курорта он попал в Биориц, где в один сезон вылечил в океане свой ревматизм. А, впрочем, ему не весело было и во французском Биорице. «Я буду просить, чтобы меня на море не посылали», — пишет он в приведенном письме. Доктора он, однако, послушался и таки поехал на морские купания, что действительно было им очень нужно, так как ревматизм донимал его не на шутку, а он не привык болеть. Это единственная болезнь, которую я помню у отца до шестидесяти семилетнего возраста. К обрисовке отца как семьянина и человека я прибавлю, что в нем не было ни малейшей светскости. Его любезность, радушие и привлекательность были совершенно естественные. Он не способен был притворяться и лицемерить. Если ему было приятно с гостем, он был очень мил. Но если ему было с ним скучно, он откровенно сердился или просто уходил от него при малейшей возможности. Вообще все его добрые качества происходили только от хорошей натуры. Все сказанное об отце делало его любимцем и в семье, и в обществе. Очень любили его также студенты и молодые ученые, ученики его. Сам он чрезвычайно любил молодежь и в особенности детей. Затем я должна сказать хоть вкратце об его общественной деятельности. Без этого портрет его был бы не полон, так как общественность была у него в крови. Он никогда не ограничивал свою деятельность узким кругом известных обязанностей, но всегда расширял ее, превращая всякое частное дело в общественное. Будучи профессором ботаники, он проявил энергичную организаторскую способность и совершенно преобразовал устарелые способы преподавания своего предмета. До него при университете не было никаких пособий по ботанике, и потому практические занятия сводились к нулю. Его стараниями, благодаря исключительно его инициативе и энергичным хлопотам и заботам, создался при Петербургском университете ботанический уголок, сыгравший огромную роль в деле преподавания и распространения ботанических знаний. Отец добился того, что тогдашний кадетский корпус безвозмездно уступил университету большой участок земли, находившийся за стенами учебного плаца. На этом участке разведен был ботанический сад и построен трехэтажный дом, который стоял на высоком месте как раз посредине участка. К дому примыкали три небольшие оранжереи, где были, между прочим, прекрасные пальмы и древовидные папоротники. По одну сторону ботанического дома был разбит обыкновенный сад с искусственным прудом, аллеями и цветниками. Большая часть другой страны была занята ботаническим садом, разделенным на квадраты с обращиками всевозможных растений, по которым студенты учились в систематике. В этой стороне у стены, примыкавшей к университетскому двору, оставалось довольно большое пустое пространство, где росло несколько гигантских деревьев. Это были осокори, гекатерининских времен, со стволами, во много обхватав шириной и могучими ветками, затенявшими весь участок. Эти великолепные деревья погибли лет пятнадцать спустя, после устройства ботанического уголка. Их корни засыпали звездкой и щебнем во время постройки химического дворца, белое здание которого возвышается вдоль стены, перпендикулярно той, у которой стояли осокори. Весь сад расположен против университетской галереи, по ту сторону двора. В ботаническом доме были кабинеты профессоров, аудитории студентов, квартиры ученого-садовника и лаборанта. Дом был снабжен всевозможными пособиями, в числе которых был гербарий, составленный из среднеазиатских коллекций тести отца, карелина, и несколько сот больших ботанических таблиц, художественно исполненных акварелью. Помню, как в детстве моем разбирали в профессорской квартире отца дедовский гербарий, причем мать моя делала своим четким, красивым почерком латинские надписи на полосках бумаги и наклеивала их на листы гербария. Ботанические таблицы рисовала у нас на квартире на даче в Шувалове талантливая художница-самоучка Ипатова. Эта оригинальная и симпатичная девушка была другом нашей семьи. Она очень любила моих родителей. С отцом она была в товарищеских отношениях, называла его «бей среброгривый» и высоко ценила, как ученого и человека. К матери нашей она относилась с восхищением и нежностью была с ней на «ты» и звала ее Лизочкой. Екатерина Петровна была весела, простодушна и отличалась мужским складом характера. Большая физическая сила и звучный контральт тенорового тембра дополняли это впечатление. Она была гораздо больше мужчина, чем женщина, и мужчина очень хороший, с открытой, честной душой, великодушной и смелой. У нее был хороший голос и прекрасный слух, и я особенно любила слушать ее безыскусственное, но музыкальное пение. Увлекшись описанием этого своеобразного существа, я отвлеклась от темы. Дело шло о ботанических таблицах. Екатерина Петровна срисовывала на большие листы ватманской бумаги, наколотые кнопками на доску, типичные растения какого-нибудь рода или вида, а также все его составные части в сильно увеличенном виде, а я с восторгом следила за ее работой. Кроме этих пособий студенты пользовались даже микроскопами и набором тонких инструментов для препарирования растений. В то время столь тщательно обставленных ботанических аудиторий не было не только в русских, но и в заграничных университетах. Сколько же нужно было энергии для того, чтобы добиться таких результатов у нас, в России? Создав целую школу ботаников-систематиков и ботаников-географов, отец с увлечением отдался идее поднятия общего уровня научных знаний в России. При его горячем содействии возникли съезды естествоиспытателей и общество естествоиспытателей при русских университетах. Первый съезд естествоиспытателей и врачей был открыт в стенах Петербургского университета в 1867 году. Андрей Николаевич был одним из делопроизводителей съезда и председателем распорядительного комитета. Хлопот было много. Приходилось заботиться о помещении для иногородних гостей и о программе съезда, и об организации экскурсий для осмотра научных коллекций, лабораторий, заводов и прочего. Вслед за этим последовала работа в обществе естествоиспытателей. Андрей Николаевич председательствовал в ботаническом отделе, редактировал труды общества, многие годы состоял президентом общества естествоиспытателей, и все это со свойственной ему страстью и добросовестностью. Заседания ботанической секции происходили обыкновенно в Красном доме университетского ботанического сада. Помню, как весело собирались туда мой отец и один из друзей нашего дома, ботаник Воронин, известный в то время богач, владелец воронинских бань, но скромнейший человек, более всего заинтересованный своими научными исследованиями, составившими ему европейское имя. В этом уютном Красном доме, который отец называл по-итальянски «касса Росса», он занимался наукой и читал лекции, проводя там по несколько часов в день. Я не могу слишком долго останавливаться на общественной деятельности отца. Она столь разнообразна и обширна, что для подробного описания ее понадобилась бы целая книга. Приходится ограничиться краткими заметками. Глубокий интерес Андрея Николаевича к народному образованию выразился в его деятельности в вольноэкономическом обществе и состоящем при нем комитете грамотности. Андрей Николаевич написал известную популярную брошюру «Беседы о земле и тварях на ней живущих», за которую получил Киселевскую золотую медаль. Примечание. В библиотеке Блока было издание этой книги. Бикетов. «Беседа о земле и тварях на ней живущих». Седьмое издание. Санкт-Петербург. 1898 год. Библиотека. Выпуск 1. Страница 27. Работал он также как публицист, печатая в газетах статьи о значении естествознания для общего образования и развития. Защищал университетский устав 1963 года. Написал большую статью о положении студентов и необходимости для них корпоративных организаций. Великую горячность проявил Андрей Николаевич в деле насаждения высшего образования женщин. Далеко не все, вероятно, помнят, что на Первом съезде естествоиспытателей и врачей была подана Евгении Ивановной Конраде записка, в которой она отстаивала право женщин на высшее образование. Примечание. Конраде. 1838-1898. Известная либеральная общественная деятельница. Ее записка получила в то время широкий отклик. «Смотри Бартенева» Евгения Ивановна Конраде из воспоминаний старой знакомой. Женское дело. 1899 год. Номер первый. Андрей Николаевич внес эту записку в Комитет съезда и прочел ее на общем собрании. На следующий год 400 женщин подали записку на имя ректора Петербургского университета, прося допустить их в университет в свободное от занятий время. Тогда коллегия профессоров организовала целую комиссию для обсуждения этого вопроса под председательством Андрея Николаевича. Его сочувствие этому делу разделяло большинство профессоров Петербургского университета. Просьба женщин была принята. Во всех дальнейших шагах, предпринятых по этому делу, Андрей Николаевич был, так сказать, застрельщиком. По его ходатайству министр народного просвещения граф Толстой разрешил организовать популярные научные курсы для женщин, предоставив для этого нижний этаж собственной квартиры. Сначала допущены были публичные лекции для лиц обоего пола. Во главе этого скромного учреждения стоял Андрей Николаевич. Открытие курсов состоялось в начале 1870 года, а в 1876 году было разрешено Александром II открыть высшие женские курсы во всех университетских городах России. Через два года курсы были открыты в помещении Александровской женской гимназии. В течение 10 лет Андрей Николаевич состоял председателем педагогического совета Бестужевских курсов, привлекая к преподаванию лучших профессоров университета. Он же был избран председателем комитета по доставлению средств высшим женским курсам. Нечего и говорить, что сам он был в числе профессоров, читавших на курсах. Он же выхлопотал субсидии у министра и городской думы, ходатайствовал о расширении трехгодичного курса дразменеров, четырехгодичного и так далее. Словом, везде и во всем, касающемся этого начинания, он приложил свою руку и сыграл первенствующую роль. Высшие женские курсы в Петербурге по всей справедливости нужно было бы назвать бикетовскими, но во главе их был поставлен по воле министра талантливый историк Бестужев Рюмин, более отвечавший тогдашним понятиям правительства о благонамеренности. Отец мой считался человеком опасным и беспокойным. Он беспрестанно тревожил власти по тому или иному делу учащейся молодежи. Хорошо и то, что его терпели, а иногда и слушались. Не то сказать, трудно было устоять перед его неутомимой настойчивостью и горячностью. А, впрочем, не последнюю роль играло тут, вероятно, и личное его обаяние, которому поддавались такие люди, как министр Толстой, попечитель князь Волконский и другие консервативные деятели того времени. Примечание. Дмитрий Андреевич Толстой, 1823-1889, министр народного просвещения в 1866-1880 годах. Михаил Сергеевич Волконский, 1832-1909, попечитель Петербургского учебного округа. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, 1829-1897, историк, академик. Об истории высших женских курсов смотри. Высшие женские бестужевские курсы. Библиографический указатель. Москва, 1966 год. Во времена своего ректорства, 1876-1883 годы, отец ревностно опекал студентов от козней полиции. Горячие головы, говоруны, ораторствовавшие на сходках, карманы которых вечно были набиты прокламацией народной воли, беспрестанно попадали в дом предварительного заключения. В таких случаях отец надевал вицмундир, заранее пришпиленный звездой, и отправлялся к градоначальнику с неотступной просьбой отдать студента к нему на поруки. За шесть лет его службы на посту ректора сменилось их несколько. Гурко, Зуров и Трепов. Примечания. Студентов по большей части отпускали на свободу по просьбе отдыха. Ректора. Смешной случай произошел при Трепове. Отец рассказывал, что во время его градоначальства в течение одного года несколько раз сажали в знаменитую предварилку студента штанги, бедняка и неисправимого, шумилку совершенно в сущности безобидного. Не знаю уж в который раз, отпуская этого штанги на поруки, Трепов воскликнул так громко, что отец все слышал, дожидаясь в приемной. Опять ректор Бикетов. Выслушав ходатайство Андрея Николаевича, он послал за студентом, и когда его привели, повернул его лицом к ректору и закричал с раздражением «Вот он, вот он! Целуйтесь с вашим штанги!» Но забавнее всего было то, что когда штанги ехал на извозчике домой в сопровождении ректора, он был очень огорчен и пенял ему. «Андрей Николаевич, зачем вы меня взяли? Там публика-то была какая хорошая!» Был еще один студент, несколько другого типа, из самостоятельных, но такой же любитель сходок и прокламаций, как штанги. Этого звали Бонч Осмоловский. И его не раз выручал отец. Он благополучно кончил курс и уехал на родину. И вот однажды отец получает с почты ценную посылку. Что-то тяжелое, объемистое, зашитое в рогожу. С недоумением распаковали мы эту вещь, и что же? Оказалось, что это дедушка Бонч Осмоловского посылает из какого-то среднеазиатского города большой текинский ковер в благодарность за попечение ректора, а его внуки. Ковер этот много лет украшал кабинет отца в различных квартирах, но верхом искусства отца по части его забот об обиженных правительством студентах был тот случай, когда он добился того, что некий студент четвертого курса, посаженный в крепость, был допущен по его ходатайству к выпускным экзаменам. Студента привозили всякий раз из крепости в сопровождение двух жандармов, и он выдержал таким образом все экзамены, кончив курс кандидатом. К тому времени, как отец делался ректором, 1876 год, он приобрел уже большое влияние среди товарищей, профессоров и студентов, а кроме того, что имело особую важность в то время, был уже в чинах и имел несколько орденов, в том числе Владимирскую звезду, которую он обыкновенно надевал на вице-мундир, отправляясь по делу в чиновный мир. Мундир парадный он надевал очень редко в самых торжественных случаях. Этот куцый и узкий мундир с белыми штанами не шел к его мужественной фигуре, длинным и пышным волосам и большой бороде. Все это было очень хорошо, когда он был в сюртуке, в пиджаке и даже во фраке, так как у отца была очень красивая фигура и характерная голова, выделявшаяся в толпе. «Красивая голова», — сказал какой-то немецкий ученый, глядя на портреты отца с пышными сединами, оттененными темным фоном. Лекции отец читал в сюртуке или пиджаке, как большинство тогдашних профессоров. В то время и студенты не имели еще формы, которая так обезличила и впоследствии создала известный тип белоподкладочника. В 1876 году, когда отца выбрали ректором на первое трехлетие, ему был 51 год, но он был уже совершенно седой. Сделавшись ректором, отец имел чин, по крайней мере, действительного статского советника. Он не придавал никакого значения орденам и чинам и нисколько не важничал, но считал, что то и другое полезно для его деятельности. «Я теперь важное рыло», — говорил он про себя. В то время он бывал в Зимнем дворце на придворных балах, а кроме того, получил приглашение преподавать ботанику сыновьям Александра II, Сергею и Павлу. Ботаника была, разумеется, самая легкая, но, конечно, нисколько не интересовала великих князей, которые занимались главным образом военными делами, лошадьми и, вероятно, танцовщицами. Но молодые люди охотно разговаривали с Андреем Николаевичем Бикетовым, который не упускал случая вернуть в разговор анекдот о царе Николая Павловиче, не рекомендующий его с хорошей стороны. Один из этих анекдотов касался посещения Николаем Павловичем того пансиона дворянских детей, преобразованного впоследствии в первую гимназию, где учился отец. Войдя в подъезд, царь был встречен учителем французского языка, старым и глухим человеком, который разговаривал при помощи рожка. Француз подошел к царю и, не слыша, разумеется, что он сказал, наставил свой рожок, причем Николай Павлович громко прокричал ему в ухо. «Подарест!» По-французски. «За что же?» — спросили удивленные, еще не искушенные жизнью великие князья. Отец, разумеется, ничего не ответил и только неопределенно пожал плечами. Не помню, сколько отец получал за эти уроки. Кажется, рублей десять за час, но два раза он получил к своим именинам 30 октября старого стиля роскошные подарки — массивный серебряный сервиз с его инициалами и большую золотую табакерку с крупными бриллиантами и буквой «Н», инкрустированной на синей эмали. Сервиз сначала употреблялся, а потом часто закладывался. Табакерка, конечно, не употреблялась, но тоже была не раз заложена. Эти вещи, конечно, давно уже не существуют в нашей семье. Что пропало в закладе, что в сейфе во время революции. Примечание. Имеется в виду национализация ценностей, в том числе и принадлежащих частным лицам, хранившихся в банках. Итак, отец был важной персоной. Своё влияние как ректор университета он использовал главным образом в интересах студентов. Он был чрезвычайно любим и уважаем не только своими учениками, но и студентами других факультетов. Главным образом для сближения с ними устроил он наши еженедельные субботние вечера. В обхождении со студентами он был просто сердечен. Во время субботних вечеров он вел в своем большом и уютном кабинете длинные горячие беседы со студентами на различные темы. У отца было много приятелей среди самых завзятых говорунов и любителей сходок. Их выступления, а также карманы, набитые прокламациями, давали обильную пищу для шпиков, проникавших и в самый университет. Боясь и за них, и за любимое детище, университет, отец уговаривал студентов не рисковать собой и не давать полиции поводов к арестам и к закрытию университета. Репутация студентов, как известно, была в то время очень плохая. Их считали беспокойным и вредным народом. Правительство держало их в черном теле, считая университет рассадником либеральных идей. Военные, правоведы и лицеисты их презирали, высшие круги их недолюбливали. Отцовские проповеди благоразумия были очень горячи, не раз удавалось ему уговорить наиболее ярых сходочников воздержаться хотя бы на время от сходок. Убежденные его доводами студенты давали ему слово вести себя смирно и беспрестанно попадались на удочку провокаций полиции, которая, желая выслужиться к Новому году, неизменно пускала в ход различные средства, нарочно раздражая студентов какими-нибудь заведомо взрывчатыми способами, вроде незаслуженного ареста, избиения студентов и тому подобное. Когда по какому-нибудь поводу весь университет приходил в волнение и по окончании лекции студенты неудержимо стремились в самую большую, двенадцатую аудиторию, начиналась немедленно сходка. Ораторы один за другим сходили на кафедру, произнося возмущенные речи, требуя протеста и прочего. Речи, по большей части, были совершенно невинные, но по тогдашнему времени они считались революционными. Узнав о сходке, отец являлся в аудиторию, наполненную до тесноты взволнованной молодежью. Он сходил на кафедру и уговаривал студентов разойтись, приводя самые убедительные доводы. Помню, как отец, наскоро захватив с собой кусок булки, торопливо ушел из дому, узнав о сходке, и пробыл на ней часа три. Не помню, удалось ли ему в этот раз успокоить студентов. Иногда это ему удавалось, но он пришел домой страшно всталый и охрипший от крика. По поводу сходок он часто рассказывал нам за поздним обедом разные комические подробности. Вот будущий профессор Введенский, известный впоследствии своими прекрасными лекциями по философии в университете и на высших женских курсах. Примечание. Александр Иванович Введенский, 1856-1925, философ, профессор высших женских курсов и Петербургского университета. Как большинство семинаристов он был то, что называлось тогда «красный» или «радикал». Еще до начала сходки отец видел его в сидящем вестибюле на вешалке в красной рубашке что-то восклицавшим в полном азарте. Какой-то восточный человек, стоя на месте, повторял монотонным голосом «Прова человека, человека, прова». Один из друзей нашего дома, давший слово не выступать на сходках, сказал отцу «Андрей Николаевич, я только скажу товарищам несколько слов». И, взойдя на кафедру, разразился горячей длинной речью. Таковы были отношения отца со студентами. Его любили также и товарищи профессора. Я не скажу, чтобы у него были среди них близкие друзья, но отношения с большинством были очень хорошие. Профессора не только поддерживали его начинание, но были и лично к нему расположены, так как в трудных случаях жизни он всегда приходил к ним на помощь. Нужно ли было выхлопотать какое-нибудь экстренное пособие в случае тяжкой болезни или взять на поруки попавшего в дом предварительного заключения профессора, отец всегда добивался нужного результата своим настойчивым и горячим предстательством пред властями. Он шел и дальше, заботился об университетских чиновниках и сторожах, выхлопатывал им награды и пособия. Не было той прачки в университете, которая не была бы обязана ему какой-нибудь особой льготой. Я не говорю уже о его пленительно милом обхождении, которое пленяло всех, кто имел с ним дело. До сих пор еще помнят его оставшиеся в живых сторожа его времени. Один из них, узнав, что я жива, послал мне поклон через одну из моих родственниц, которая случайно с ним встретилась. Все, кто помнит моего отца, поминают его только добром и говорят о нем с чувством особого уважения и симпатии. Большинство студентов любило и уважало отца за его смелость, доброту и горячее отношение к их интересам. Ведь он был не только всегда доступный и доброжелательный ректор, но также и инициатор многих полезных начинаний, касавшихся студентов. Он выхлопотал им многие льготы по части корпоративного начала, устроил дешевую студенческую столовую и библиотеку. Нечего говорить, что он часто сужал их деньгами, по большей части, без отдачи. Недовольствуясь всеми этими конкретными действиями, отец выступал в качестве защитника студенчества и в печати на страницах газеты «Голос», считавшейся в то время очень либеральной. Он же написал обширную статью о положении студентов. В ней есть интересные сведения об их быте. Между прочим, отец доказывал в этой статье, что причастность русских студентов к польскому мятежу — совершенный миф, созданный реакционерами во главе с Катковым. Примечание. Михаил Никифорович Катков, 1818-1887, публицист, редактор реакционной газеты «Московские ведомости». Все это вместе создало ему большую популярность среди студентов. Помню, как на одной из суббот, кажется, в день его именин или рождения студенты кричали «Да здравствует отец студентов Андрей Николаевич». Кто-то в толпе прибавил и мать их Елизавета Григорьевна, что встретила также всеобщий восторг. На одном из ежегодных студенческих баллов, даваемых в актовом зале, присутствовали и мы, сестры Бикетовы. Помню, как появление отца вызвало всеобщее волнение. Студенты сторонились, давая ему дорогу и повторяя «Ректор, ректор». А немного погодя, его подхватили на руки и начали качать. Этот безобразный и варварский обычай тогда был очень в моде. Я всегда с ужасом смотрел на тех несчастных, которых подвергали этой пытке, желая выказать им свое сочувствие. Глава третья. Мать. Мать моя была женщина чрезвычайно своеобразная и обаятельная. Обаяние это заключалось не в наружности, а в ее уме, характере и манере себя держать. В молодости она была миловидной и довольно стройна при среднем росте, но когда пошли дети, она очень скоро бросила корсеты и всякие ухищрения. Поэтому ее фигура расплылась и потеряла всякую стройность. Лицо у нее было некрасивое, но приятное, это совершенно не видно на ее фотографиях. У нее были ясные голубые глаза, гладкие каштановые волосы и очень белые зубы. Цвет лица ее портила экзема. У нее была милая улыбка, небольшие белые, очень сильные руки, живые движения и звонкий голос. Одевалась она всегда очень просто, без всяких претензий, но была очень опрятна и любила духи и хорошее мыло с тонким запахом. Когда были деньги, душилась Виолетт-де-Парм. Вообще же мало тратила на свои наряды и носила простое белье, сшитое своими руками. Я помню в детстве несколько ее шелковых платьев, купленных в Париже во время ее пребывания там вместе с мужем в шестидесятых годах. Все это были цельные платья без юбок со шлейфом фасона принцесс по тогдашней моде. Самое нарядное было черное, атласное, к которому надевался отложной воротник из белого гипюра и флорентийская мозаичная брошка в золотой оправе, белая роза на черном фоне. Ни драгоценных колец, ни брошек с камнями мать не носила. Она все это раздарила детям. Лет через десять остатки шелковых платьев пошли на лоскуте для краски яиц, а мать стала носить простые шерстяные платья, по большей части черные, кашемировые, юбка и длинный тюник. Она рано стала носить шиньон и черные кружевные косынки, которые назывались в то время фаншон. Отец тоже одевался просто черный сюртук и простой черный галстук. В шестидесятых и семидесятых годах вообще одевались гораздо проще, чем в последующие годы до революции. Отличительной чертой моей матери была телесная и духовная бодрость. Она не признавала уныния и скуки. Если кто-нибудь из нас в детстве жаловался на скуку и куксился, она говорила, как это можно скучать? Займись чем-нибудь. Сама она всегда была занята и развивала вокруг себя праздничную и светлую атмосферу. Отец мой был тоже праздничный человек, но в матери эта черта проявлялась еще гораздо ярче. По силе характера, по яркости, индивидуальности и по жизненности своей она была еще значительней отца. От нее веяло какой-то необычайной свежестью. Люба была смотреть на нее, когда она шьет, кроит, вышивает в пяльцах, варит варенье. Всякую работу она делала быстро, ловко, отчетливо, смело и весело. Отчасти это происходило, разумеется, от того, что у нее были очень сильные руки и быстрая сметка. Но тут хороша была не только внешняя сторона дела, а также и дух, которым проникнута была ее работа. В матери поражало ее необычайное богатство натурой, какая-то общая даровитость, которая выражалась во всем, что она делала. Не будучи ни писательницей, ни общественной деятельницей, она проявляла эту даровитость в жизни. У нее был редкий дар слова и большой юмор. Речь ее отличалась образностью и самым блестящим островомием. Она осыпала острыми словцами и смелыми афоризмами, рассказывала с большой живостью и писала письма, как говорила. Способности у нее были блестящие, память изумительная. Она одинаково хорошо запоминала стихи и отрывки прозы, разнообразные факты, как научные, так и житейские. Название мест, растений, зверей, имена и фамилии, цифры. Не получив никакого систематического образования, не имея понятия, например, о грамматике, она вполне правильно писала по-русски, по-французски, по-английски и по-немецки. Она свободно говорила на всех этих языках, еще по-итальянски, читала и по-испански. Французский язык ее отличался разнообразием и правильностью оборотов. Она знала по книгам много исторических и географических фактов. Имея чрезвычайно верный глаз и твердую руку, она очень точно срисовывала с оригинала и могла нарисовать сама незатейливые картинки. В детстве у меня была азбука, нарисованная ею, с раскрашенными картинками, изображавшими разные предметы на все буквы алфавита — арбуз, барана, петуха, девочку и так далее. Я очень любила эту книжку и до сих пор отчетливо помню многие рисунки. Они были не художественны, но живо изображали требуемые предметы. Литературу мать моя чрезвычайно любила. Она знала русских классиков, что называется, на зубок, беспрестанно их цитировала и помнила наизусть, например, весь пушкинский домик в Коломне и многие мелкие стихотворения других русских поэтов. Знала она также и иностранную литературу, помнила наизусть в подлиннике некоторые баллады и лирические стихотворения Шиллера, многие стихи Гейна и Виктора Гюго. Сама она писала стихи с большой легкостью. У меня в руках было много тетради ее юношеских стихов, они были гладки по форме, но лишены этой яркости и оригинальности, которая отличалась их авторше в разговоре. Я не раз замечала, что остроумные и очень умные женщины, обладавшие юмором и даром рассказывания, не обладали литературным талантом. В зрелом возрасте мать писала только юмористические стихи и очень удачно. Она написала раз очень милую детскую сказочку для Вестника, издаваемого тринадцатилетним блоком, но это было не более как остроумная шутка в духе русифицированного Андерсена. Литературность нашей семьи, то есть наклонность к литературе, понимание ее красоты, любовь к слову и форме шла целиком от матери. Она влияла в этом смысле не только на нас, но и на отца. Многое из русской классической литературы мы узнали в ее чтении. Она мастерски читала вслух Гоголя, Островского, Слепцова, особенно юмористические места. В пору нашего детства и ранней юности еще был сильно распространен в семьях обычаи чтения вслух, который теперь, кажется, совершенно вывелся из употребления. Литературное чутье нашей матери выразилось, между прочим, в том, что она не возомнила себя писательницей. Она вполне довольствовалась ролью переводчицы и переводилась наслаждением и необычайной быстротой, свободно, ярко, живо, с великим разнообразием оборотов, но далеко не точно. Один из лучших и наиболее точных ее переводов — «Сентиментальное воспитание» Флобера, вышедшее в издательстве Пантелеева в девяностых годах прошлого века. Его очень ценил ее внук Александр Блок. Очень хороши ее переводы Вальтер Скотта, Диккенса и Теккерея. Стихотворные переводы тоже ей удавались. Замечательно то, что, не имея никаких научных знаний, она каким-то верхним чутьем, по интуиции, очень многое понимала. Незадолго до смерти она писала по заказу Карбасникова биографии английских механиков Стефенсона, Нэтт Смита и Моцлея. Она работала по смайльцу, имея в руках подлинник, в котором было много технических терминов. Мать моя не избегала этих трудностей, но, кончив работу, позвала знакомого специалиста, прося его проверить ее текст. «Посмотрите-ка, душечка, не наврала ли я чего-нибудь во всех этих кривошипах?» сказала она. Но специалист нашел, что все вполне правильно и ясно написано. Между прочим, мать моя была страстная музыкантша. Никогда не учаясь, она бойко играла на фортепиано такие вещи, как сонаты Бетховена, ноктюрны и вальсы Шопена и прочее. Она хорошо разбирала и многое знала наизусть, но самое замечательное — это то, что она, не имея понятия о теории музыки, даже элементарной, вполне правильно перекладывала любую пьесу в другие тона, работа, с которой далеко не всегда справляются ученики консерватории. Вкусы ее соответствовали ее времени и воспитанию, хотя некоторые из них были передовые. Из русских прозаиков она предпочитала Гоголя и Тургенева, Толстого любила меньше, Достоевский был ей во многом чужд, но она очень любила идиота. Из поэтов ее любимцем был Пушкин, но она оценила и знала и других классиков, и из новых для своего времени любила не только Полонского и Майкова, но и Фета, которого еще в 80-х и 90-х годах признавали только очень тонкие ценители литературы. Из иностранных писателей она, как ист и романтик, особенно любила Виктора Гюго, к чести своей предпочитая его стихи Ламартину. Очень любила она также Диккенса и Вальтер Скотта. Шекспира любила страстно. Из немцев ее любимцами были Шиллер и Гейне. Вообще же она предпочитала романские народы, особенно испанцев и итальянцев. Немцев она презирала, немецкий язык терпеть не могла. Вторую часть Фауста она совершенно не признавала и говорила, что тайный советник Гете написал его для того, чтобы подурачить немцев. Совершенно упуская из виду высоко ценимую ею немецкую поэзию-музыку, она уверяла, что самое подходящее занятие для немца — это быть аптекарем или настройщиком. А, впрочем, когда приходил настраивать ее фортепиано старый настройщик Краюзе, она разговаривала с ним по-немецки и неизменно кормила его завтраком, так что он уходил совершенно очарованный ее радушием и добротой. Относительно музыки у матери были очень определенные взгляды. Она считала, что главное — это вокальная музыка, инструментальная есть суррогат музыки, но все же очень любила немецких классиков и Шопена. Шумана она не любила, почему-то признавая Манфреда и одну маленькую пьеску. Баха совершенно не переносила, но узнавала его с первой ноты. Больше всего любила до обожания итальянские оперы и песни Шуберта. Русскую музыку, особенно кучкистов, она презирала, но впоследствии внезапно пленилась Чайковским, который в наше время считался трудным и малопонятным. Вагнера она, разумеется, ненавидела, так сказать, по принципу. Надо припомнить, что его не понимали ни Антон Рубинштейн, ни Чайковский. Однажды произошел такой случай. Старшие сестры поехали в итальянскую оперу слушать Лоенгрина с тенором Нувелли, знаменитым по исполнению этой роли. Вернулись совершенно очарованные музыкой Вагнера и сюжетом. Мать встретила их на пороге словами «Несчастные! Каково вам было?» На это сестра моя Софья Андреевна, на которую опера произвела особенно сильное впечатление, ничего не сказала, но залилась слезами. Так была она оскорблена в своих чувствах. По правде сказать, мать даже и не знала музыки Лоенгрина, когда она так огорчила своих дочерей. Впоследствии она сама полюбила некоторые арии из этой оперы, которые она слышала в фортепианной аранжировке Листа. Но все же до конца своих дней она больше всего любила итальянские оперы и Фауста Гуно. Мать моя была женщина очень увлекающаяся, восторженная и непосредственная. Ум у нее был блестящий, гибкий, сверкающий остроумием, но чисто женский. Она не отличалась ни логикой, ни последовательностью, ни глубокомыслием. Беспристрастие ей тоже не было свойственно. Да она за ним и не гналась, считая, что терпимы бывают только холодные люди. Она говорила сама про себя. Я, слава богу, не беспристрастна. Судила мать часто неосновательно или поверхностно, но ее суждения всегда были самостоятельны. Она никогда их не заимствовала и была до такой степени полна своим собственным содержанием и интересами, что друг нашего дома, глубокомысленный гигельянец Бакунин, который был на ты с моими родителями, сказал про нее, «Лиза сама себе сувфацирует». Характер у матери был очень сильный. Она стоически приносила физические страдания и редко падала духом. Я не могу себе представить, что могло бы сломить ее бодрость. Вкусы у нее были простые. К еде она была невзыскательна и довольствовалась самым простым столом, причем очень долго могла не есть и совсем забывала о еде за интересной работой. Она была прямодушна, откровенна, честна, не способна была ни позавидовать, ни сознательно кому-нибудь повредить. Хитрости и коварства в ней тоже не было, но язык у нее был беспощадный. Можно сказать, что она была добра, но далеко не добродушна. Она могла часами возиться со скучными просительницами и с деревенскими бабами, щедро раздаривая им свои незатейливые капоты, но очень зло подшучивала над пошлостью, глупостью и педантизмом. Очень не жаловала она педагогов, в особенности смеялась над Фребелем, считая его тупым педантом. Примечание. Фридрих Фребель. 1782-1852. Знаменитый немецкий педагог. Но, впрочем, и сама педагогия была ей глубоко чужда, как всякая систематичность и учеба. Эти черты повторились в ее дочери Александре Андреевне с той лишь разницей, что мать нисколько не интересовалась философией, но любила историю, правда, больше по романам и мемуарам. Александра Андреевна презирала историю и ею не интересовалась, но имела большую склонность к философии, что замечалась в отце и всегда проявлялась в его научных работах. У матери нашей был ум неотвлеченный. Ее влекло преимущественно к искусствам, особенно к литературе, музыке и театру. Последнее она любила страстно, и эту страсть передала двум младшим дочерям. Старшие театр любили, но не с таким самозабвением, как мы с Александрой Андреевной. Отец легко обходился без театра и в особенности без музыки, хотя было время, когда он охотно посещал французский театр и с удовольствием слушал итальянскую оперу. В концертах он не бывал, инструментальная музыка была ему чужда, а к фортепьяно относился он со скукой. Мать же, при всем своем пристрастии к вокальной музыке и в особенности к итальянцам, благоговела перед Бетховеном и вообще любила немецких классиков. Свою страсть к музыке, пожалуй, еще усиленную, мать полностью передала мне. Это объясняется, вероятно, тем, что перед самым моим рождением она была музыкальным рецензентом какой-то газеты и имела два абонемента в итальянской опере. Как известно, в те времена, начало 60-х годов, итальянская опера стояла необычайно высоко в смысле исполнения. Тогда блистали Тамберлик, Кальцоляри, Бозио, Лука, Эверарди и так далее. Примечания. Энрико Тамберлик, 1820-1888, Анжелина Бозио, 1824-1859, Паулино Лука, 1844-1908, Камилло Эверарди, 1825-1899, известные певцы. Я с раннего детства чувствовала необычайное влечение к музыке, но вкусы мои, вначале совершенно схожие с материнскими, впоследствии развились в другую сторону, приняв сообразно моей натуре более отвлеченный характер. Я не только особенно любила инструментальную музыку и, в частности, Баха и Шумана, а позднее Вагнера и новую музыку, но еще и со страстью занималась теорией музыки, что приводило мою мать в полнейшее недоумение. «Зачем тебе это?» — говорила она. «Разве не довольна играть и слушать?» Интерес к отвлеченной стороне явления науки и искусства был ей совсем непонятен, но зато сторона жизненная, образная, фантастическая была ей бесконечно близка и интересна. Ее особенно пленяла живописная, поэтическая сторона жизни. За красоту, за талант, за поэтичность, в чем бы и где бы они ни проявлялись, она готова была отдать и простить все на свете. Перехожу теперь к семейным отношениям матери. Про нее можно сказать, что она была прежде всего человек и личность, а потом уже мать и жена. Она не уходила в семью с головой, не отдавала ей все свои силы и чувства и не была из тех женщин, которые способны обезличить себя ради семьи. Во многом расходясь с мужем она была к нему привязана, но он не был для нее идеалом и непогрешимым авторитетом. У них бывали несогласия, но никогда не бывало ссор. Дети могли только подозревать, что между ними есть рознь или нелады, но они никогда не делали их свидетелями своих внутренних драм и никогда не жаловались друг на друга. Детей мать очень любила. Она много возилась с нами, когда мы были маленькие. Сама нас кормила, купала, одевала и обшивала, но когда мы подросли, она уже меньше о нас заботилась, хотя во время наших болезней она ухаживала за нами неотступно, умело и весело, помогая переносить все страдания и томления болезней и лечений. Вообще же она не окружала нас неусыпными заботами и способна была пренебречь своими материнскими обязанностями ради интересного разговора, развлечения или занятия. Но за то, как весело было с ней, когда она нами занималась. Да и вообще у нас в доме всегда было весело. И причиной этого была главным образом мать, потому что дух дома зависит главным образом от хозяйки. В матери была немалая доля здорового легкомыслия и громадной любви к жизни. Конечно, она делала ошибки и многое упускала, но то, что она не насиловала себя ради семейного долга и оставалась сама собой, вероятно, и было причиной той неиссякаемой жизненности и молодости духа, которыми она отличалась всю жизнь, не исключая тяжелых и долгих годов ее последней мучительной болезни. А вот домашнего хозяйства мать моя не любила и не умела ни смотреть за кухарками, ни угождать мужу хорошим столом, ни беречь копейку. Сама она выросла в небогатой семье и не знала роскоши. Отец воспитался в богатом помещичьем доме в широких условиях степной деревни и был очень взыскателен насчет стола. Мать моя не умела к этому примениться и при плохом столе все же тратила много денег. Поэтому решено было семье, что домашнее хозяйство возьмет в свои руки старшая дочь Катя, которая чуть не с двадцати лет взяла на себя это трудное дело и отлично с ним справлялась. При ней неумелые поварихи сменились более искусными кухарками, которых она умела научить и направить, меню обедов и завтраков стало более изысканным, а денег все же хватало. Где она всему этому научилась неизвестно, но таланты ее были признаны всеми и прежде всего самими родителями. Ко всем своим дочерям мать относилась различно. Всех дальше она была со второй дочерью, Соней, Софьей Андреевной. У них были слишком разные натуры. Соня отличалась непреклонной принципиальностью и не признавала никаких отклонений от долга. Она доходила в этом отношении до крайности, впадая в пуританство. Наша бабушка со стороны матери говорила про нее «Сонька всегда с принципами ходит». Всякое легкомыслие было чуждой сестре Софье Андреевне. Оно вызывало в ней раздражение и протест. Она считала, что у матери не должно быть своей жизни, а к жизни вообще относилась довольно сурово. Катя была любимицей матери, но после ее ранней смерти особой нежностью и восторженным обожанием пользовалась сестра Александра Андреевна. Со мной у нее были наиболее ровные и близкие отношения. Мне она уделяла в детстве больше всего забот, так как я была самая слабая и в четыре года выдержала опасную болезнь, а после замужества сестры Екатерины Андреевны у нас с матерью установились совсем особые дружеские отношения, которые особенно укрепились во время ее болезни и паралича отца. Эти годы для меня были чрезвычайно трудны, но мать была поистине моим добрым гением в то тяжелое время, когда мне приходилось проводить целые дни с параличным отцом, впавшим в детство и лишенным ног и языка, ухаживать за больной матерью и нести тягость всех домашних обязанностей и отношений при очень слабом здоровье. Но об этом я скажу подробнее ниже. Теперь же прибавлю, что все мы очень любили отца, но мать, обе старшие сестры, особенно Катя, любили гораздо меньше. Нам с Александрой Андреевной мать была ближе, и мы любили ее еще больше, чем отца, в особенности в старости. Нас сближала с ней не только ее любовь к дорогому для нас искусству, но также и взгляда на жизнь. Бикетовское начало, как строго семейственное, было нам менее близко, чем свободные и широкие взгляды матери. Отец наш, конечно, не был ригористом, но его идеалом была семья, а мать наша смотрела иначе и не считала семью главнейшим и непременным условием счастья. Что касается ее политических взглядов, то они были отчасти консервативные, она была монархистка и ярая западница, смеялась над славянофилами, не терпела квасного патриотизма и даже не любила Москву. Общественной жилки у нее не было, но при монархических убеждениях она отличалась полной независимостью и никогда не умилялась перед царской фамилией и титулами, в противоположной с монархистом и в особенности монархистком ее времени. Она была вообще независима, жила как ей нравилось и казалось нужным, но в некоторых случаях она покорялась общественному мнению, то есть уговором семьи. По настоянию мужа и дочерей она делала визиты, занятия, которые она ненавидела, считая его бессмысленным и совершенно ненужным. Будучи вообще веселого и ровного нрава, она в таких случаях начинала сердиться и проделывала процедуру визитов, что называется, сыпя зубы. Зато, вернувшись домой после этого тяжелого и несносного для нее занятия, она развлекала нас, довольно-таки зло подшучивая над разными дамами, у которых она была, и великолепно изображая их в лицах. Ни светского лоска, ни светского лицемерия у матери не было. Ей стало великих трудов быть любезной с теми, кого она не любила. Случалось, что дочери уговаривали ее получше принять какую-нибудь неприятную ей особу. Она отказывалась выйти к ожидаемой гости, издаваясь, наконец, на наши доводы. Она в заключении угрожала, вам же будет хуже. Это значило, что нам будет неприятно смотреть на ее усилия, казаться любезной, и действительно, это выходило у нее до того неестественно и фальшиво, что мы не знали, куда нам деться. Но зато с теми, кто ей нравился, она была бесконечно радушна, проста, ласкова и мила, причем походя рассыпала блестки своего остроумия и вела себя с полной непринужденностью. Шила, вышивала и раскладывала пасьянцы в присутствии гостей, и, не стесняясь, подшучивала, например, над Менделеевым, который очень любил ее общество. Обращение ее было чрезвычайно просто и тепло. Она умела, что называется, пригреть, а также приручить самого застенчивого человека. В ее присутствии все чрезвычайно быстро осваивались и чувствовали себя как дома. Никаких церемоний она не признавала и быстро умела войти в доверие человека, но все это при том условии, если он был ей симпатичен, и она не чувствовала в нем предубеждения. Приведу один случай. На наших субботних вечерах во времена ректорства отца она всегда разливала чай. На одной из первых суббот появился в числе студентов некий провинциал сумрачного вида, бедно одетый и дико застенчивый. Он сидел близко от матери. Когда она предложила ему чай и булки, он молча взял стакан и сказал свирепым тоном, не глядя на хозяйку, «Я булки не ем». Это ее насмешило, но ничуть не обидело. Она быстро приручила этого дикаря. Вскоре дело дошло до того, что она уговорила его вымыть руки, для чего повела в свою комнату, а немного погодя пригласила его к воскресному завтраку. «На пирог позвала», — сообщил он мне с чрезвычайно довольным видом и очень скоро сделался одним из завсегдатаев нашего дома. Это был первый жених сестры Александра Андреевны, Михаил Федорович Шуц, человек очень демократического склада, без всяких манер, презиравший щегольство и носивший вместо пальто плед кромыслом. Не столько победности, сколько из принципа, так как в 70-х годах плед кромыслом был одним из признаков радикальных убеждений. Рассказы об этом студенте, из которого вышел впоследствии дельный чиновник, вероятно, послужили основой для типа мужа старшей сестры в возмездии. Краски сгущены и тип более ярко и выпукло очерчен, но в облике много общего. Я не выдаю, однако, эту догадку за факт. Облик мужа старшей сестры в возмездии вообще очень типичен для того времени и, быть может, только случайно совпал с обликом Шуца. Но я отвлеклась от личности моей матери. Ее вообще очень любили и при том самые разнообразные люди, начиная с маститых профессоров и философов, вроде братьев Бакуниных, и кончая всевозможной молодежью, родственной и неродственной. У нас часто живали в доме разные молодые родственницы и друзья, бывшие, так сказать, на положении родственников. Все они чрезвычайно веселились с тетей Лизой, бывали, впрочем, исключения. Ригористы и в особенности ригористки не любили нашу мать за легкомыслие и неточность в передаче фактов и, не понимая того, что это делалось у нее совершенно непроизвольно и происходило от чересчур живого воображения, принимали это за лживость. В людях мать моя мало понимала. При всем ее уме и жизненности ее так же легко было провести и одурачить, как и моего умного отца, вращавшегося в большом и разнообразном обществе. Оба они были в этом отношении совершенно дети, а мать моя еще довершала эту черту романтизмом и восторженностью, мешавшими ей трезво смотреть на вещи. Еще могу сказать, что родители мои отличались полной непрактичностью. Они не умели невыгодно устраиваться, не копить добро. Правда, они и не стремились к богатству и ценили духовные блага гораздо больше материальных, а кроме того, у них не было ни тщеславия, ни ложного стыда, что еще способствовало тому, что они не тянулись за роскошью и вообще чуждались внешнего блеска. Я закончу эту главу двумя эпизодами, которые ярко рисуют бесконечную доверчивость моих родителей и их наивное отношение к жизни. Второй из них относится к сестре Екатерине Андреевне и имел большое влияние на ее жизнь описанием дальнейшего хода, который я погрешу против всех правил кронологии, так как начало, отрывка относится ко времени моего детства, а конец перебрасывается уже к детству блока. Дальнейшую историю сестры Екатерины Андреевны следовало бы поместить во втором томе, но, не надеясь кончить его при моей жизни, я помещаю эту главу в первом томе. В начале 70-х годов мать моя поехала лечиться в какой-то немецкий курорт, кажется, Шлягенбатт. Однажды, когда я ей сильно не здоровилась, она сидела дома, к ней зашла некая дама, которая встречалась с ней в парке и у источников. Дама была русская. Ее звали Анна Дмитриевна Лебедева. Она почему-то выдавала себя за польку, хотя ни имя ее ни выговор. Точка так в тексте. Она высказала матери участие, они разговаривались и подружились. Узнав, что Анна Дмитриевна живет в Петербурге, мать пригласила ее бывать у нас, что та сделала по возвращении в город. Это была женщина не первой молодости, с высокой и стройной фигурой и некрасивым, но приятным лицом. Одевалась она всегда скромно, но со вкусом в хорошо сшитое черное платье. Она бывала у нас довольно часто и во всякое время, и особенно сошлась с Асей. В те времена мы были плохо одеты, не столько по недостатку средств, сколько потому, что у матери не было вкуса такого рода. Шила на нас очень плохая портниха, а мать не умела ее научить ни выбрать фасон, ни скрасить наши наряды. Анна Дмитриевна приняла большое участие в этом вопросе. Она умела шить и кроить, и из недорогих материалов могла создать изящный костюм, а также дешево купить материю и к лицу причесать. Она многому научила нашу сестру Катю, которая впоследствии стала нашей законодательницей мод. Все мы полюбили Анну Дмитриевну. Она держала себя с большим тактом, была далеко не глупа, но разговор ее касался исключительно обыденных тем. О прошлом своем, да и вообще о себе она никогда не говорила, если не считать нескольких анекдотов из ее ранней юности. Вообще в ней не было ничего выдающегося, но также и ничего вульгарного и неприятного. Хорошо, кабы наши профессорши того времени держали себя так, как она. Между прочим, не будучи литературно образованной, она удивила нас тем, что в тетрадку Аси, предназначенную для стихов различных поэтов, она вписала наизусть два стихотворения. Первая дружба неизвестного поэта. Знак вопроса. Я помню отрока с кудрявой головой, с большими серыми и грустными глазами, и Магдалину Огарева. Последнее стихотворение слабое, но очень длинное, заняло почти пять страниц и написано очень изящным почерком и вполне грамотно, с обозначением даты, 1873 год, февраля 23 дня. Вполне приличный облик Анны Дмитриевны как-то не ввязался с рассказами матери, что ее новая приятельница часто просила ее писать своей рукой таинственные письма, в которых она назначала свидание в маскарад. Мать находила это очень романтичным и интересным, и ни ей, ни отцу нашему не приходило в голову, что порядочная дама не станет писать таких писем. Впоследствии оказалось, что Анна Дмитриевна принадлежала к числу так называемых дам полусвета, но это было открыто неумудренными годами родителями, а молоденькой сестрой Катей. Как именно это произошло, я не сумею сказать, хотя ясно помню, что это было именно так, и после этого Анна Дмитриевна как-то незаметно перестала у нас бывать и вообще скрылась с нашего горизонта. Но это еще куда не шло. Мало ли с кем можно познакомиться на водах, да и приличный вид и общее поведение Анны Дмитриевны могли ввести в заблуждение. А вот другой эпизод уже совсем из ряда вон и, наверное, мог случиться только в нашем семействе. Он произошел в 1873 году. Жили мы тогда на профессорской квартире, выходившей окнами в университетский сад, растянутый вдоль всего здания университета со стороны улицы. Вход в квартиру был со двора, в конце университетской галереи. Она была в четвертом этаже и состояла из четырех больших комнат в два окна и пятый в одно, которые шли анфиладой. В светлый коридор с громадными окнами во двор, в который попадали с лестницы, выходила только кухня да парадный вход. Комнаты шли в следующем порядке. Сначала четыре больших. Кабинет отца с перегородкой в глубине, за которой была устроена спальня, потом гостиная, за ней столовая, где отделена была перегородкой другая спальня, менявшая своих постояльцев. За столовой шла комната, где жили в описываемое время мы с Асей. Спали мы за драпировкой в глубине комнаты вместе с няней покойной сестрицей Лили, а в свободной части готовили уроки за большим столом, стоящим посредине, боком к окнам. Последняя комната в одно окно тоже служила спальней то одним, то другим членам семьи. У отца в кабинете был хороший письменный стол лакированного ореха с колонками, большой диван, крытый шерстяной материей, тоже отделанный гладким орехом, с двумя откидными полочками по бокам. Тот самый, что стоял в кабинете Блока, когда он женился, и теперь еще стоит у Любови Дмитриевны в числе тех вещей, которые сохранились от того времени, когда жил и умирал в этой комнате Блок. На этом спокойном и мягком диване я еще маленькой девочкой лет семи-восьми любила сидеть в отсутствии отца, когда он был на лекциях или в правлении по университетским делам, а я возвращалась из гимназии. Придя домой вместе с сестрами, я выпрашивала у кухарки большой ломоть черного хлева, посыпанный крупной солью, брала какую-нибудь книгу и, примастившись в углу дивана, ближайшего к окнам, читала и с наслаждением поедала хлеб, так как до обеда было еще далеко. В кабинете отца были, конечно, шкафы с научными и полунаучными книгами, вроде Брэма, по большей части на иностранных языках. Перед письменным столом стояло то самое кресло с высокой спинкой, оправленное в гладкий орех, которое перешло потом к блоку. Гостиной была самая уютная комната. В ней был белый мраморный камин и стояла хорошая мягкая мебель, крытая красной шерстяной материей. Помнится, было три дивана, а посредине стоял большой четырехугольный стол, покрытый пестрой шерстяной скатертью, вокруг которого стояли мягкие стулья. Перед одним из диванов был овальный стол гладкого ореха с гнутыми ножками, покрытый бархатной скатертью, вокруг него стояло несколько кресел, а под ним лежал ковер, состоявший из нескольких полос, вышитых матерью шерстью. На черном фоне отчетливо выделялись разноцветные розы в перемешку с лиловыми и белыми цветами. Играя на этом ковре еще до гимназии, мы с сестрой Асей выбрали себе по любимой розе. Это была ярко-розовая, вся раскрытая ее, а моя бледно-розовая с чашечкой, томно опущенной вниз. Между окнами в очень большом простенке стояло то самое пьяно-карре, четырехугольное фортепиано, темного дерева, которого попало впоследствии шахматово. В столовой стоял посредине громадный ореховый стол, нарочно заказанный отцом как можно тяжелее, чтобы играющие дети не могли его повалить. Это была, конечно, излишняя предосторожность, так как мы с сестрами были не настолько сильны и резвы, чтобы повалить даже обыкновенный стол. У одной из стен стоял большой буфет гладкого ореха, а у другой, боком к окну, тот самый письменный стол матери семейства с колонками и зеленым сукном, который служил впоследствии блоку и до сих пор остался у Любови Дмитриевны. В гостиной и столовой висели над средними столами одинаковые, конечно, керосиновые лампы желтой бронзы, очень светлые, с широкими колпаками из белого фарфора, купленные в лучшем тогда магазине штанге. Случай, о котором я буду рассказывать, произошел поздней осенью или зимой 1873 года, когда сестре Кате было лет 18, Соне около 16, Ася около 13, мне около 12. Из молодежи бывали у нас подруги сестер и несколько молодых людей, только что кончивших курс в университете, все естественники. Очень часто бывала подруга старших сестер Лиля Филиппова, очень хорошенькая и кокетливая блондинка лет 16. Она была умненькая, живая и очень веселая девушка, но воспитана в атмосфере, когда были далеки от нашей наивности полного незнания жизни. Отец Лили был, кажется, товарищ по университету, отца, мать, француженка. Это знакомство вызвалось в Тифлисе, когда отец учительствовал в этом городе. В описываемое время Филиппов был далеко еще не старый, красивый и мужественный брюнет. Он управлял домами князя Паскевича, получал хорошее жалование и казенную квартиру, так что жили Филиппова довольно открыто. Мать Лили была женщина совершенно неинтересная, вялая, слабая, довольно бесцветная наружность, но изящная. Отношение супругов Филипповых было довольно странное. Любовник жены открыто бывал у них в доме и, по-видимому, муж ничего не имел против этого. Вероятно, у него были свои связи на стороне. У Филипповых часто устраивались танцы, были гимназисты старших классов и юнкера инженерного училища. Два из них стали бывать у нас, главным образом ради танцев. Лили говорила по-французски так же свободно, как и по-русски. Она кончала курс в той казенной гимназии, где учились и мы, и после классов частенько заходила к нам, оставалась на весь день даже с ночевкой. Дома-то в обычное время было скучновато, а у нас ей было весело. Она мило болтала о пустяках и внесла в наш дом совершенно новую легкомысленную струю, которая выразилась в усиленном интересе к туалетам, танцам и легкому флирту. Разговоры ее с моими старшими сестрами постоянно вертелись вокруг молодых людей ее круга, а также артистов. Старшие сестры часто были вместе с Лили в ложе Филипповых в итальянской опере, которая помещалась тогда в давно несуществующем Большом театре против Мариинского. Итальянская опера была тогда казенная, и труппы ее состояла из лучших певцов того времени. Молодая Патти, не очень блистательный, но очень хороший лирический тенор Гайер, великолепный бас-багаджиола, только еще начинающий прекрасный баритон Катонии и другие. Между прочим, был там знаменитый второй тенор, некий испанец Саботер. Примечание. Адалина Мария Жанна Патти, 1843-1919, знаменитая певица. У него был большой голос, без особого обаяния, которым он хорошо владел. Он свободно держался на сцене, недурно играл, но, главное, поражал выдающейся красотой. Сестры Кати и Соня, а также и Лили Филиппова обратили на него внимание. И, конечно, он был не раз предметом их разговоров, в которых принимала участие главным образом Бойко и Катя. Соня больше помалкивала, тем более, что она была увлечена в то время юнкером Жоржем Колобовым, скромным и миловидным блондином, отличавшимся выдающимися успехами в науках и образцовым поведением, который бывал у нас вместе с сестрой, иногда и с мамашей. Это было почтенное, но довольно скучное семейство. Товарищ Жоржа Богомолов, некрасивый, но веселый и более мужественный, больше нравился Лиле, но они флиртовали с обоими. Сезон итальянской оперы был в полном разгаре, когда сестра Кати, гуляя одна по Невскому или Большой Морской, ныне улица Герцена, встретила красивого тенора, который и в обыкновенном виде показался ей не менее интересным, чем в гриме и в эффектных оперных костюмах. Будучи очень непосредственной и наивной, и совсем не умея себя держать, она ему улыбнулась. Он, разумеется, принял ее за особо легкого поведения, а так как она была очень молода и не дурна собой, то он пошел за ней и вступил с ней в разговор на французском языке, впрочем, вполне приличный по форме. Совершенно не подозревая, в чем дело, она сочла его поведение за дань своей исключительной привлекательности. Расставшись с Тенером недалеко от нашего дома, она дала ему понять, что он может встретить ее и завтра, в такой же час, а придя домой, вполне откровенно рассказала о своей встрече всем членам семейства, причем ни мать, ни отец, и не думали ее срамить. Отец был крайне польщен вниманием артиста, и вместо того, чтобы объяснить ей, что нельзя улыбаться на улице незнакомым мужчинам, радовался вместе с ней ее воображаемому успеху. Прогулка с Тенером повторилась, и дело кончилось тем, что отец послал ему через Катю свою визитную карточку с приглашением бывать у нас в доме. Артист принял приглашение и назначил вечер, когда он к нам явится в первый раз. Все мы были воспитаны матерью в тех понятиях, что Испания есть страна плащей, сирена, танцев и всяческого благородства, поэтому мы ждали Тенера с замиранием сердца. Я обедала в этот день у Воронины. После обеда меня отвезли домой. Въезжая во двор, я заметила высокую мужскую фигуру, которая вошла в ворота и направилась вперед по галерее. Я сейчас же решила, что это Саботер, и не ошиблась. Вскоре после того, как я забралась на наш четвертый этаж и сняла верхнее платье, под которым было коричневое гимназическое платье с черным передником, в парадной раздался звонок, и Саботер предстал перед взорами заинтересованного семейства. Артист оказался красавцем, с изящными и благородными манерами. Наружность его была очень эффектна. Высокая стройная фигура, тонкий профиль, черные глаза с мягким блеском, золотисто-смуглый цвет лица, истиня черные кудрявые волосы, черные усы и небольшая борода по тогдашней моде. Полная простота и отсутствие фотоства завершали приятные впечатления. Родители мои очень приветливо встретили гостя и сейчас же познакомили его со всеми членами семейства, в числе которых были гостившие у нас в то время бабушка Александра Николаевна и тетя Соня. Сестра Катя, конечно, говорила тенору, что она дочь профессора университета, но он вряд ли ей верил или же удивлялся в душе тому, как плохо воспитывают русские профессора своих дочек. Можно себе представить, как он был поражен при виде столь почтенного семейства, вполне патриархального пошиба и явно дворянского происхождения. Условие, конечно, очень важное для испанского и дальго, каким был он сам. Отец и мать заговорили с ним на отборном французском языке. Сам он говорил по-французски свободно, но не совсем правильно, с очень сильным, но приятным акцентом. Он хорошо говорил по-итальянски, так как учился петь в миланской консерватории. Все мы уселись в гостиной вокруг большого стола под лампой. Не прошло и пяти минут, как отец спросил Саботера, «Вы республиканец или корлист?» По-французски. На что Саботер, будучи родом из Барселоны, ответил убежденным тоном и с патетическим жестом «Я республиканец». В то время в Испании шла так называемая Корлистская война, которая кончилась поражением Бурбона Дон Карлоса и Кортесами, сменившимися самой плохой монархией, возглавляемой королем. Начался разговор о политике, в которой отец был большой дока. Он, конечно, сочувствовал республиканцам. Вскоре подали чай, и все перешли в столовую. Я не спускала глаз с интересного гостя, и сердце мое было покорено. Саботер стал бывать у нас очень часто, так как ему у нас очень понравилось, и у него, очевидно, была потребность в семейной атмосфере. Он был отнюдь не кутило, и ему не нравились вольные нравы артистической богемы, но родители мои были люди хоть куда. Артист был, разумеется, плохо образован и мало развит, но далеко не глуп и оказался милым и вполне порядочным человеком. Видя, в какую семью он попал, он счел долгом просить руки той девушки, которая ввела его в дом. Катя сделалась его невестой, что нисколько не мешало мне обожать его и ее, которую я и до тех пор обожала. Ревности у меня не было. Во-первых, я не имел никаких претензий на мужское внимание, а, во-вторых, это была любовь прежде пола, как выразился Золя про героиню своего романа проступа Кабата Муре, молоденькую Альбину. Итак, Саботер к нам, что называется, зачастил. Узнав, что мать наша играет на фортепиано, а в доме есть романсы для пения, он стал петь под аккомпанемент фортепиано песни Шуберта с французским текстом, знаменитую арию старинного итальянского композитора «Страделли пьета синьоре» «Умилосердись Господи». И многое другое. Иногда приносил какой-нибудь нехитрый итальянский романс или красивую Сренаду Фра Дьявола из оперы «Обера». Пел он прекрасно, гораздо лучше, чем в опере, что объясняется тем, что ему, певшему в других странах партии первого тенора, очень уж неинтересно было выступать в таких ролях, как жених Лючи в опере «Даницетти», «Рыбак» в «Вильгельме Телли» и прочее. Скоро он подружился и с бабушкой, и с тетей Соней. Он охотно разговаривал с нашим отцом, но часто поражался его незнанием жизни и бесхитростностью и восклицал по-итальянски «Совсем как ребенок». А в то время отцу было под пятьдесят, а Саботеру вдвое меньше. Весь сезон 1873-84 года прошел под знаком Саботера. Общее внимание женской половины было сосредоточено на нем. Остальные молодые люди, бывшие в доме, отошли на второй план, да оно и понятно. Все они были гораздо образованнее, а иные умнее нового знакомого, но далеко не красивы и не имели того романтического орела, какой был у него. Не подпало его обаянию только сестра Соня, которая, как я уже говорила, была увлечена в то время другим. Старшие относились к нему очень дружески. С матерью моей Саботер мирно раскладывал пасьянцы. Что касается его отношения к невесте, то вскоре выяснилось, что она по характеру и манерам не в его вкусе. Она сама рассказывала, что он делал ей замечания вроде следующих. Вот какой не должна быть барышня. Это не годится для барышни. Посмотрите на Софи. Я уже упоминала о сдержанности и скромности сестры Сони. Очевидно, это было более во вкусе испанца. Что именно вызывало его замечание, я не знаю, и судить об этом в то время я не могла. К сестре Асе Саботер относился шутливо и дружески, но довольно безразлично, а со мной обращался как с ребенком, но выказывал мне очень милое внимание. Его, очевидно, трогало мое глубокое и безмолвное обожание. Он сказал как-то про меня. Я занимаю большое место в сердечке малютки Марии. Я помню такой случай. В один из вечеров, когда Саботер был у нас, мать велела мне идти спать до его ухода. Я, скрипя сердце, послушалась, но когда раздалось его пение, я начала горько плакать. Няня пробовала меня уговаривать и даже стыдить, но это не помогло. Тогда она пошла в гостиную и рассказала матери о моем поведении, после чего меня позвали в столовую, на пороге которой стоял Саботер, пришедший меня уговаривать. Помню, как я стояла в своем коричневом платье, уже без передника, глотая слезы, а он склонился ко мне с высоты своего громадного роста и с добрым и ласковым видом говорил мне, не плачьте, идите спать из любви ко мне. И я успокоилась, перестала плакать, легла в постель, а он уже больше не пел в тот вечер. В эту зиму отец поехал на рождественские каникулы в Харьков, к своему брату Николаю Николаевичу, который был профессором химии тамошнего университета. Когда он вернулся, он был поражен тем, как глубоко было впечатление, оказываемое саботером на нашу семью, считая в том числе и мое раннее увлечение, невинного характера, которого он, к слову сказать, совершенно не понял, и отнесся к нему очень сурово и даже строго, что было причиной того, что я очень любя отца никогда не была с ним откровенна. Но дело тут не во мне. Отец тут только понял, сколь легкомысленно он поступил, введя в наш дом Саботера и связав судьбу своей дочери с человеком из другого мира, в котором она, конечно, не могла бы чувствовать себя хорошо. Отец назвал себя старым дураком, но уже было поздно исправлять сделанную ошибку. Саботер уехал из Петербурга после окончания сезона итальянской оперы. Весной Катя простудилась, у нее сделался плеврит, и она уехала лечиться в немецкий курорт Соден в сопровождении матери. Летом жених и невеста между собой переписывались. Я не знаю, что они друг другу писали, но, очевидно, в их отношениях что-то испортилось. Когда сестра Катя с матерью вернулась в Петербург, Саботер чуть ли не в тот же день явился к нам и под очень благовидным и благородным предлогом взял свое слово назад, объяснив это тем, что не надеется составить счастье мадемуазель Катерин и не считает себя бродячего артиста, подходящим ей мужем. Пробыв он на самое короткое время и дружески простившись со всеми, он уехал в Москву, так как не возобновил своего контракта в Петербурге, очевидно, с целью более не встречаться с нами. И пел этот сезон в Москве. Таким образом, он оказался дальновиднее и мудрее моих родителей. Сколько я помню, его отказ был для всех полной неожиданностью, но ясно, что Саботер только из деликатности не объяснил настоящих мотивов своего разрыва с Катей. При ближайшем знакомстве она, очевидно, ему не понравилась, так как не была ни послушной дочерью, ни заботливой ласковой сестрой, ни скромной девицей, а он был очень молод и, конечно, не мог себе представить, что большинство недостатков поведения его невесты происходит от того, что она до нельзя избалована родителями и не знает пределов своему молодому эгоизму и самомнению. Не знал он, конечно, и того, что из таких своевольных и легкомысленных девушек, как она, часто выходят впоследствии любящие жены и нежные матери. Наша Катя была именно такого типа, но многие судили о ней неверно по ее заносчивому поведению. Отказ жениха был для нее большим ударом, хотя она была так молода, что, вероятно, бы скоро утешилась, если бы по понятиям нашего времени не считала интересным во что бы то ни стало держаться за прошлое и страдать. Несмотря на некоторые романтические бредни, Катя была самая трезвая из нас, а кроме того у нее были большие семейные наклонности. Если бы не встреча с Саботером, она бы, наверное, лет в двадцать или немного позже вышла замуж за какого-нибудь профессора, литератора или земца. Как бы то ни было, с этим эпизодом было покончено. Через несколько лет после разрыва с Катей Саботер опять появился в петербургской опере. Помню, как мы слушали гугеноты, сидя против сцены в ложе Ворониных. Саботер исполнял партию Таванна и, очевидно, узнал нас. В сцене освещения шпаг у Сен-При он так задумался, очевидно, вспоминая то время, когда бывал у нас, что в одном месте забыл вступить со своей фразой. Насколько я помню, этот эпизод не произвел на Катю особого впечатления. К сожалению, родители столько наговорили ей об ее красоте и уме, а наивность ее была столь велика, что она вообразила, что Саботер был увлечен ее чарами. Ей в голову не приходило, что он принял ее за особо легкого поведения, и она так и осталась при том убеждении, что сей принц-очарователь из сказки Перро влюбился в прекрасную незнакомку и захотел соединить с ней свою судьбу. С такими мыслями она сочла себя избранницей всех молодых людей, оказывавших ей внимание и считала недостойными себя, и вела себя с ними так высокомерно и насмешливо, что ее считали неприступной и гордой, а иногда внезапно огорошивали, наговорив ей дерзости и упрекнув в ужасном самомнении и неприятном характере. За ней, конечно, ухаживали, потому что она была интересная, кокетливая и довольно хорошенькая девушка, но только один поклонник решился сделать ей предложение, когда и было уже за двадцать лет. Она, разумеется, ему отказала, хотя это был очень достойный и довольно красивый молодой человек, который ей в сущности нравился, кто знает. Может быть, она была бы с ним счастлива и уж, наверное, не умерла бы так рано. Я хорошо помню, что в двадцать два года Катя была очень весела и оживлена, хотя все еще считала себя влюбленной в Саботера. Она находила интересными многих студентов, которые бывали у нас на субботах в ректорском доме, но эти-то более интересные как раз и ухаживали или за ее сестрами, или за их подругами, а на нее мало обращали внимания. Это действовало ей на самолюбие. Она озлобилась, пробовала отбивать поклонников у других барышень, но из этого ничего не выходило и кончилось тем, что она рано увяла, и приобрела черты неприятной старой девы, завидующей молодым и мечтающей о муже. Около тридцати лет она пережила еще один роман, очень интересный, но тоже неудачный. Она встретила на Ажурфиксе у художника Лемаха, куда ввела ее Анна Ивановна Менделеева, в числе других передвижников, собиравшихся там каждую неделю, уже не молодого, но в высшей степени интересного художника Месоедова. Примечание. Кирилл Карл Викентьевич Лемах, 1841-1910, известный художник-передвижник. Анна Ивановна Менделеева, рожденная Попова, 1860-1942. Дилетантски занималась живописью, поддерживала дружеские связи с передвижниками, ее мемуары о блоке, воспоминания, том 1. Григорий Григорьевич Месоедов, 1835-1911, известный художник-передвижник. Смотри, Месоедов, письма, документы, воспоминания, Москва, 1972-й год. Ему было в то время, как он сам выражался, между пятью десятью и шестью десятью. Лицо у него было некрасивое, но значительное, фигура высокая и очень мужественная. Это был тип самого заправского дон Жуана. Будучи единственным по-настоящему образованным и интеллигентным из передвижников, он был к тому же очень остроумен и умен. Катя ему понравилась, а сама она сразу и очень сильно в него влюбилась. Между прочим, ее заинтересовало то, что художник был в Испании и знал испанский язык, которому выучилась самоучка и Катя после разрыва с Саботером. Месоедов говорил с ней по-испански во время журфиксов, и это ее очень волновало и придавало их отношениям какую-то особую интимность. Роман этот длился два года. Изредка Месоедов бывал у нас в доме, но главным образом Катя видела с ним у Лемахов. Месоедов был женат, но давно уже разошелся с женой. Он настолько увлекся Катей, что даже сказал ей как-то, да вы, пожалуй, доведете меня до того, что я разведусь и женюсь на вас. Не знаю, чем бы кончился этот роман, если бы не вмешалась в него некая старая дева, которая тоже влюблена была в Месоедово, и, заметив его увлечение, сестрой моей Катей, наклеветала ему на ее с таким успехом, что совершенно испортила их отношения. Кате пришлось прекратить знакомство с художником. Она была очень несчастна, так как на этот раз чувство ее было серьезно. Этот эпизод ее жизни имел на нее хорошее влияние. Она стала не так самоуверена, более серьезна и более участлива. К сожалению, успехи сестры Александра Андреевны вызывали в ней зависть и портили их отношения. Со мной отношения были бы совсем хорошие, если бы она не ревновала меня к той же сестре, которую я заметно и, не скрывая этого, предпочитала ей. Катя потеряла всякую надежду на личное счастье. Чтобы немного развеяться, она воспользовалась тем случаем, что мы с сестрой Асей и с маленьким Сашей Блоком в сопровождении матери уехали за границу и приехала к нам во Флоренцию на смену матери, которая уехала в Россию к мужу. В зиму, последовавшую за этой поездкой, сестра Катя уже справилась со своим горем. Она зарабатывала довольно много денег переводами, рассказами и стихами, которые писала на заказ, сотрудничая в «Огоньке» и в модном журнале «Вестник моды», который издавался с литературным оттенком. Большую часть своего заработка Катя тратила на свои костюмы. Она всегда была хорошо одета и имела изящный облик. В ту зиму она часто бывала в доме нашего хорошего знакомого доктора Головина, где у нее были поклонники, но не женихи среди стареющих холостяков. Издатель «Вестника моды» Альверт тоже за ней ухаживал, а в числе поклонников в доме Головина был известный драматург Виктор Крылов. Примечание. Виктор Александрович Крылов, 1838-1906 год. Обо всех своих удачах и неудачах Катя рассказывала нам с сестрой Алей, сестра Софа, была уже замужем. Слушая эти рассказы, сестра Аля, которая вернулась ее веселость, утраченная во время брака с Александром Львовичем Блоком, придумала коллективное и, так сказать, синтетическое название для поклонников сестры и называла их Катины «Крыловерты». Все эти истории ободрили Катю. Она с большим юмором рассказывала о своих поклонниках и даже не прочь была бы за кого-нибудь из них выйти замуж, так как ей хотелось, как она характерно для себя выражалась, иметь свой дом и свою посуду. Однако из всего этого не вышло ничего, кроме приятного времяпрепровождения. Годы шли. Катя сделалась уже настоящей старой девой, так как ей было уже за тридцать. Как вдруг ею не на шутку увлекся совсем молодой человек, брат любимого ученика моего отца, ботаника и географа, Краснова, Платон Николаевич. Между им и Катей было одиннадцать лет разницы. Тем не менее, этот юноша был сильно в нее влюблен. Тут пошли разговоры, прогулки, цветы, конфеты и прочее. Сначала сестра только тешилась, но потом и сама увлеклась, и роман этот кончился браком. Катя была очень счастлива, но жестокая болезнь почек, которая началась у нее еще до брака и сильно развелась вследствие неверного диагноза и неправильного лечения, еще усилилась во время ее беременности. Екатерина Андреевна была замужем год с небольшим и умерла от эклампсии, после того, как доктора, надеясь спасти ее, произвели ей аборт. Так кончилась в тридцать семь лет ее короткая, но довольно яркая жизнь. Бедная сестра моя, страстно любившая детей, так и не дождалась счастья иметь ребенка. Глава четвертая. Шахматовский обиход. В первый день по приезде мы устраивались на летнее житье. Прежде всего разбирали горбатый серый сундук, в котором помещалась большая часть нашего добра, привезенного из Петербурга. У отца был свой кожаный чемодан в виде гармоники, в которую он клал свое белье, несколько книг, мелочи и зеленые коробки, крепчайших папирос фабрики Ла Ферри, которые он курил в изрядном количестве. У матери был маленький сундучок, обитый черной клеенкой, очень удобный и легкий, в который она клала то, что не помещалось в серый сундук. Убрав вещи по комодам, прилаживали занавески и развешивали на гвоздиках наши скромные платья и крахмальные юбки, прикрывая их ситцевой или каленкоровой завесой. Старшая сестра Катя всегда убирала свой туалетный столик под зеркалом белой кисией с двумя оборками по верхнему и нижнему краю, красиво расставляла разные мелочи, вроде духов, пудреницы, вазочек и так далее. Она же вешала на стенах пестрые бумажные веера, раскладывала на столах и полках книги, делала букеты и прочее. Все это она проделывала с большим азартом и тщанием, между тем, как мечтательная и более ленивая Соня ограничивалась только самыми необходимыми заботами по уборке своих вещей. То же самое в миниатюре проделывали и мы с Асей, так как вещей у нас было гораздо меньше. В промежутках между едой и уборкой мы, конечно, гуляли, рвали цветы, любовались желтенькими утятами и цыплятами, знакомились с дворовыми собаками и так далее. Надо сказать, что наша обстановка и костюмы были в то время очень скромными, хотя городская мебель заказывалась у хороших столяров. Зато книг было много. Всегда подписывались на один или два русских журнала и на Ревю де Деу Монт. Отец выписывал еще разные научные журналы, по большей части немецкие. У него была, конечно, целая библиотека научных книг на четырех языках. Литературная библиотека, далеко не полная, состояла из русских классиков, стихах и в проде. Со временем она пополнялась. Был еще Гетовский, Фауст и Шекспир в русских переводах. В оригиналах были «Полный Шиллер», «Фауст», «Книга песен» Гейне, почти все романы и пьесы Гюго, два лучших романа «Дюма сына» и пьесы Альфреда Мюссе. Всего не упомнишь. Повторяю, книг было много. Большая часть книг оставалась обыкновенно в городе, но в Шахматово всегда привозился Шекспир и Пушкин, увозимые в город обратно. Постепенно в Шахматово накопилась небольшая библиотека из старых журналов, «Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Отечественные записки», «Северный вестник», «Ревью де де Монт» и другие. Дублетов, классиков, литературных сборников и бледно-желтых томиков «Таухница». Последние, то есть английские романы, очень любили часто читать старшие сестры и мать. «Таухниц» — немецкая издательская фирма, выпускавшая многочисленные романы на английском языке. Все это ставилось в разных комнатах, на примитивных полках, так как книжных шкафов в шахматове не было. Привозились также кое-какие ноты. В городе у матери была целая этажерка, сонаты Бетховена, Гайдена и Моцарта, многие песни Шуберта для пения, ноктюрны, вальсы и баллады Шопена, песни без слов Мендельсона и оперы в фортепианных переложениях, большую частью итальянские, в том числе «Дон Жуан Моцарта» и «Фауст Гуно». Кроме этого были еще три объемистые рукописные тетради, в которых мать еще в молодые годы, когда у нее не было денег на ноты, переписывала своим на редкость четким и твердым почерком отдельные сонаты Бетховена, многие отрывки из оперы Мербера, Роберт, Дьявол и других опер, всего шумановского «Манфрида» для четырех рук, множество старинных романсов, вальсов и других. В одной из этих книг в «Красном переплете» были и печатные ноты романцев Орламова, Гурелева и другие, Лефе, Кальк Бреннера и какие-то допотопные пьесы Бейера и других забытых и незначительных немцев, а также Аделаида Бетховена для пения. Все это, увы, погибло вместе со всем, что было в шахматовском доме. Перехожу от духовных ценностей к другой стороне шахматовского быта. Для этого прежде всего надо описать нашу кладовую. Она занимала немного места, приблизительно три квадратных аршина. По стенам были полки, на которых размещались ящики с провизией, с разными крупами, пряностями и так далее. На всех были надписи. Весной их сушили на солнце, расставив на балконе. Для белой муки и сахарного песку были заказаны особые ящики. Крупичатая мука покупалась целыми мешками, пудов по пять, сахарный песок пудами, так как кроме сладких блюд он был нужен и для варенья, сахар для чая и кофе покупался целыми головами, и мать колола его по большей части собственноручно с помощью особого прибора с тяжелым ножом, ходившим на шарнире и прикрепленным к низкому ящику. Чай и кофе всегда привозили из Петербурга. Остальную провизию брали на станции или выписывали из Москвы. На верхней полке стояла до половины лета целая батарея больших и маленьких банок, которые в свое время наполнялись вареньем. Из Петербурга привозилось также лучшее прованское масло для салата и несколько бутылок вина. То и другое ставилось в подвал, куда спускались, подняв за кольцо квадратную доску, приспособленную в полу кладовой. На гвоздях висели безмены. Один большой, на пуд весу, другой маленький, на двадцать пять фунтов. На одной из полок лежала поваренная книга знаменитой Елены Малаховец, оказавшей неоцененные услуги ни одному поколению хозяек. Кладовая запиралась на висячий замок. Сестра Катя сама выдавала провизию и заказывала обеды и завтраки, придумать которые при малом разнообразии деревенской провизии, особенно до сезона ягод и овощей, было очень трудно, так как отец требовал, чтобы кушанье были всякий раз разные и имел довольно-таки капризный вкус. Он редко отказывался от подаваемых блюд, но часто поражал самолюбие хозяйки беспощадной критикой или замечаниями вроде следующих «разве это вафли?» или «какие же это ватрушки?» При этом частенько припоминал он незабвенного Данилу, крепостного повара, который был специалистом по тестяным блюдам в доме его покойного отца. Случалось, что еще не отведав кушанье, он уже говорил с сомнительным видом «Это кажется что-то несъедобное?» «Да ты прежде попробуй», замечала ему жена довольно язвительным тоном, после чего он принимался есть и весело объявлял «Ах, нет, это очень недурно». Надо сказать, что все эти капризы отец лихвой возмещал своей ласковостью и веселостью. Во время еды разговор был общий и очень оживленный, говорили о разном, о домашних делах, о политике, о литературе. Мы с сестрой Аси вспоминали подруг и учителей, о политике говорили главным образом отец и сестра Кать, которая интересовалась только иностранной политикой и уже в ранней юности с азартом читала газеты. Во время французско-прусской войны, когда все мы сочувствовали французам, она знала наперечет всех парламентских деятелей, покупала портреты Гамбетты, Жюля Фавра и Тьера, но в особенности обожала Рашфора. Знала подробности о его семейной жизни, читала издаваемый им журнал «Фонарь» и так далее. Примечания. Леон Гамбетта, 1838-1882, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881-82 годах, во время франко-прусской войны, член правительства национальной обороны. Жюль Фавр, 1809-1880, вице-председатель и министр иностранных дел в правительстве национальной обороны, министр иностранных дел в правительстве Тьера, Адольф Тьер, 1797-1877, глава исполнительной власти во Франции с февраля 1871 года. Мне было в то время около десяти лет. Сама я не читала газеты, к политике относилась равнодушно, но отлично помню тогдашнее настроение старших. К императору Вильгельму относились с насмешкой. Бисмарка уважали. Был и его портрет. Но мать его яростно ненавидела. В 1875 году были другие волнения. Все более или менее интересовались восточным вопросом и ждали войны. Турецкие зверства всех ужасали. И стояли за то, чтобы вступиться за славянское дело. Но главным образом говорили за общим столом о литературе. Тут было царство матери. Но и дочки не отставали от нее, перебрасываясь цитатами из Гоголя, Пушкина, Шекспира и прочего. Шахматовский день определялся так же, как и в городе. Утренний чай, завтрак в час дня, обед в шесть и вечерний чай около десяти. Ужина не было. Сходя за столом по утрам, все целовались между собой и с родителями. Причем мы говорили им «ты» и целовали руку только у матери. Отец этого не допускал и никогда не позволял оказывать ему мелкие услуги, вроде приношения спичек, носового платка и прочего. Отношения наши с родителями были весьма непринужденные, но мы никогда не выказывали им неуважения и не были с ними ни дерзки, ни грубы. Это делалось само собой. Таков был дух нашего дома. К утреннему чаю все приходили в разное время, но пили чай не больше, чем в два приема. Всех раньше вставала мать, она успевала до чая погулять, и пошить, и почитать. Часам к девяти приходил отец, и мы с сестрой Асей. Мы с ней иногда запаздывали, потому что слишком увлекались глазением в окно и болтовней, которую не прекращали ни на минуту. В то время сестру Асю стали звать Алей, а меня Муля или Маля. Отец любил подчеркивать нашу неразлучную дружбу, в знак чего и звал нас вместе Муль-Аль, а в третьем лице Муляли. Сестру Катю называли попросту Ка, а Сонина имя переделали на английский лад и стали звать ее Софа, по-английски говорят Софайя. Это шло к ее очень сдержанной, несколько чопорной манере, английским локонам и пристрастию ко всему английскому. Старшие сестры вставали позже на сале и долго одевались. У них были прически, требовавшие известного времени, и более изысканные костюмы, чем у нас с Алей. Мы с ней заплетали себе две косы и одевались как-то очень примитивно, еще не ведая искусных портных и женских изощрений. За чайным столом, покрытым белой скатертью, сидела на верхнем конце мать, облаченная в широкий капот из светлого сица с черной кружевной наколкой на голове, и разливала чай из большого самовара желтой меди, который был хорошо вычищен, но не отличался изяществом. На столе были домашние булки, свежее сливочное масло и сливки. Булки обычно пеклись совсем постные, без молока, а время от времени бывали еще круглые сдобные булочки с изюмом и кардамоном, которые поспевали обыкновенно к вечернему чаю. Молока с утра не подавали, его любила только мать и пила в другое время. Отец пил чай из особой чашки, очень крепкий и сладкий, с ложечкой домашнего варенья, из черной смородины, которая подавалась в маленькой расписной посудине, привезенной из строицы Сергиевской лавры. Там фабриковали из какой-то особой глины чрезвычайно уютную миловидную посуду с крышечками, отличавшуюся разнообразием окраски и формы. Остальные члены семьи пили чай со сливками в одинаковых чашках веселого вида. За завтраком в первые годы шахматовского жития, когда сестра Катя была еще неопытная хозяйка, бывало немного голодно. Иногда он пополнялся простоквашей, причем отец с самого начала объявил, не для меня квашня простая, и отказался от нее наотрез. Остальные простоквашу любили. Отец же признавал только самый свежий творог с густыми сливками и сахаром. Когда поспевали ягоды, иногда подавали к завтраку землянику и лесную малину. По воскресеньям всегда был пирог или большие подовые пироги кислого теста, жаренные в жиру или в масле. Иногда подавали за завтраком блинчатые пироги с рисом и изюмом, и подливой из сладкого молочного соуса. Сестре Кате, которая вела домашнее хозяйство, нужно было немало изобретательности, чтобы угодить отцу, гастроному и сестрам, которые тоже изрядно капризничали. Подадут, например, кашу, и вдруг сестра Аля объявит, «Я кашурки не ем». Молока она тоже не пила. Чем же ее накормить, если нет другого блюда? Впоследствии, когда денег стало больше, а сестра Катя приобрела большую опытность, за завтраком всегда было два блюда, причем одно иногда мясное, вроде котлет, битков или телячьей печенки, жареных в сметане. Эти кушанья считались для обеда слишком простыми. Простокваши и ягоды при этом не считались. Все очень любили грибы, которые часто подавались, и за завтраком, и за обедом. Грибов в шахматове и его окрестностях было множество, не водилось только груздей, зато рыжиков в ельнике была тьма. Одним из обычных блюд за завтраком были вареники и творожники, а в сезон овощей шпинат или фасоль с яйцами и гринками. Кофе за завтраком пили редко, но всегда с кипяченными сливками или молоком. Обычно завтрак кончался чаем. За обедом полагалось непременно три блюда, последнее сладкое заменялось ягодами в сезон ягод, к супу часто подавались разнообразные пирожки, ватрушки, гринки, ушки с грибами, рис, запеченный с сыром и так далее. Под осень бывали свежие щи или борщ, но бульоны чаще. Когда поспевали овощи, к вареному и жареному мясу подавались целые горы гарнира. Котлеты за обедом бывали редко, рыба тоже ее трудно было достать, крестьяне приносили только щук да головлей, что никому не нравилось. Ели, кроме говядины, телятины и баранины, цыплят и домашних уток. Сладкие блюда были очень разнообразны, легкие в виде кремов, воздушные пироги и мороженое, тестины в виде различных пудингов с обоеном и ягодной подливой, оладий с медом, вафель и трубочек со сбитыми сливками, пышек с вареньем, пирогов со свежими ягодами и так далее. Хорошая еда считалась в Бекетовском доме очень важным делом. Это был своего рода предмет искусства, как бы культ гастрономии, обставленный многими правилами, которые соблюдались непреложно. Все подавалось, что называется, с пылу с жару, красиво разложенное, нарезанное, приготовленное тонко, по правилам, преимущественно французской кухни. Отец ел немного, но любил все изысканное и первосортное. По части закусок, которых в шахматове, впрочем, не полагалось, признавались только лучшие сардинки, копченый сик и осетровая икра, швейцарский сыр, домашние грибы, маринованные или соленые, маринованные грузди и сыр из дичи. К чаю для гостей можно было подать бутерброды с ветчиной, с сыром, икрой, колбасой и так далее, причем булка была тонко нарезана, с обрезанной коркой, и масло намазывалось тонким слоем, отнюдь не из экономии. Кильки и миноги презирались, салак подавалось редко и только с горчичным соусом, вроде провансаля. Жаркое должно было быть и жарено в меру, а пуан, как говорят французы, то есть не засушено и сочно без крови, большое значение придавалось подливе и в особенности соусам. К вареной курице с рисом, сваренным из лучшего сорта до мягкости, но непременно рассыпчатым, а не комком, подавали белый масляный соус с лимоном, слегка подправленной мукой. К жареному мясу часто делали соус с маринованными рыжиками, к отварной лососине соус из шампиньонов, были в ходу тонкие кушанья, вроде суфле, из рыбы, дичи или курицы, к завтраку всегда с соответствующими соусами. Но это были кушанья городские. Говоря о соусах, отец припоминал сентенсию одного француза, составителя знаменитой поваренной книги. Искусству жарить можно научиться, но для соусов нужно иметь врожденный талант. Сообразно французской кухне особенно ценились хорошие бульоны и были в ходу супы из овощных и других пюре с мелкими масляными гринками. Птица резалась длинными тонкими ломтиками, а не рубилась поперек костей. Отделялись только ножки и крылышки, а все вместе складывалось так, чтобы имела вид цельной птицы. Мясо резалось тонко, непременно поперек волокон. Гуси и утки подавались всегда с начинкой из яблок, никак не из капусты. Подать жареную курицу или дичь с картошкой считалось мещанство. К индейке всегда подавали каштаны и маринадой. Было бы слишком долго перечислять все ухищрения нашего кулинарного обихода. Прибавлю только, что отец всегда пил за обедом стакан красного вина, преимущественно французского. Летом в жаркое время пили белые шабли со льдом и домашний шипучий квас с мятой. Отец пил еще перед обедом рюмочку горькой английской водки или французской оранжаме в высоких глиняных кувшинах с нарисованным померанцем. Пиво у нас пили редко, шампанское признавалось только французское, лучшей марки, но пили его только при встрече Нового года. Мать наша, воспитанная в бедной дворянской семье, презирала все эти тонкости и отличалась простыми вкусами, но для отца пережаренные, жаркое или неудачные пирожки были сущим несчастьем, от которого он, правда, ненадолго, приходил в скверное настроение. К несчастью дочери унаследовали от него разборчивый вкус и тонкое понимание еды. Сестра Катя умела сама сготовить целый обед и могла хорошо научить кухарку, как именно надо изготовить то или иное блюдо. Аля в свое время тоже научилась быть хорошей хозяйкой и руководить прислугой. Мы с сестрой Соней никогда не отличались хозяйственными талантами, но разбирали еду не хуже других. У нас в семье сохранилась память о следующем случае. Во времена более поздние, когда сестры Аля и Софа были уже замужем, сестра Катя вышла замуж позже других, у нас в доме часто бывал младший брат моих зитьев кублицких Люциан Феликсович, которого всегда звали Лука. Он был блестящий и галантный гвардейский поручик и, несмотря на очень скромные средства, всегда подносил своим невесткам конфеты в дни их именин. В те времена было в Петербурге несколько французских кондитерских, но у нас в доме считалось, что лучшие конфеты продаются у Балле, угол Екатерининской и Невского. У него действительно были совершенно такие же конфеты, как у знаменитого парижского кондитера Сиродена. У Беррен, тоже хорошего кондитера, брали некоторые сорта сладких пирожков, главным образом сливочные меренги, у Кучкурова некоторые торты и так далее. Лука, неискушенный в гастрономии, недумевал, какая разница между конфетами Балле и Рабон, и был убежден, что отличить одного кондитера от другого нельзя, и мы берем конфеты у Балле не то из важности, не то по привычке. Возник спор между ним и нами, результатом которого состоялась пари между ним и сестрой Софой. Лука принес ей по коробочке конфет от разных кондитеров и предложил, завязав глаза, отведать конфет из разных коробок. О плутавстве с ее стороны не могло быть и речи, так как она отличалась самой педантичной честностью. Священное действие началось. Сестре крепко завязали глаза, Лука поставил перед ней три коробки и был уверен, что выиграет пари, то есть она не отличит одного кондитера от другого. Сестра ощупью взяла на удачу конфету из первой попавшейся коробки и деликатно отгрызнув от нее кусочек своими белыми зубками сказала спокойным тоном «Это Беррен». Потом попробовала из другой коробки и сказала «А это должно быть Рабон» и так далее. Угадала верно. Лука был поражен, побежден и преисполнен благоговение перед столь тонким вкусом. Впоследствии мне еще придется говорить более подробно об этом милом, но неисправимом поручике. Мать наша устраненная от забот по кухне любила и умела две вещи варить варенье и приготовлять маринады и соленья из грибов свеклы и слив. Варенье она варила со страстью и редким прилежанием, делала это артистически и тратила на это целые дни. Когда появлялись ягоды, их покупали у соседних баб, девушек и детей в громадном количестве, а также собирали у себя в саду горы клубники, виктории, смородины, черные, красные, все это ссыпалось в большие глиняные чашки, а затем начиналась отборка ягод. Это делалось сообща в пятером. Землянику и лесную малину выбирали по ягодке, самые лучшие спелые и цельные ягоды отбирали на варенье, причем нужно было набрать шесть стаканов, которые клались в глубокие тарелки. Это была мера для одного таза варенья. Черную смородину приходилось стричь, то есть состригать сухой пучок на конце каждой ягоды. С крупными ягодами дело шло, конечно, скорее. У вишен вынимались косточки шпилькой. Вся эта процедура начиналась, конечно, с утра, что делалось по заведенному порядку. На дворе разводилась жаровня, которую приносили через калитку в сад и ставили у длинной зеленой скамейки в стороне от зеленого стола, стоящего под липами. На самую скамейку и отчасти на стол приносили большую банку с сахарным песком, медный таз, ложку, несколько тарелок, стаканов и отовранные ягоды. У скамейки ставилось ведро с водой. В жаркие дни мать в ситцевой юбке и белой разлетайке с открытым воротом и откидными рукавами, отделанной вышивкой в виде сквозных кружек, которую мы называли колесами, начинала священное действие с того, что, положив должное количество стаканов сахара и воды, ставила таз на жаровню. Сварив сироп до прозрачности, она высыпала ягоды и, усевшись в нарочно принесенное для нее кресло красного дерева с ситцевой подушкой, зорко следила за тем, чтобы пенка не ушла через край. Время от времени она брала таз за деревянную ручку и сильным и ловким движением встряхивала его кругообразно, после чего снимала образовавшиеся лакомства с чаем. Крупные мясистые ягоды, вроде клубники, приходилось долго варить, другие, как, например, смородина, варились быстро. В конце концов варенье выходило образцовое, малина была ровно такого цвета и консистенции, как ей полагается, земляника не горькая, как это часто случается при плохой варке, клубника мягкая, плавала в темном соку и так далее. Обыкновенно мать брала с собой бледно-желтый томик старого «Таухница» с английским романом, который читала в свободные минуты. Я забыла сказать, что несколько поводаль от жаровни ставился ящик с углями и мать брала их щипцами, пополняя опадающую жаровню. Варила она обыкновенно до темноты. Готовое варенье выливали в миски и глиняные чашки, которые в шахматове было целое собрание. Все эти сосуды ставились на окнах в столовой и аккуратно завязывались белым тюлем или кисией. Мать очень уставала в конце дня, говорила, что у нее пятки горят и так далее, но в сущности была довольна. А на другой день после чая сливала варенье в банки, которые покрывала двумя аккуратно вырезанными кружками белой бумаги, крепко завязанными веревкой, а под ними на самое варенье клали кружок, обмакнутый в ром, который нарочно для этого привозился. На каждой банке была еще надпись на полоске бумаги с обозначением сорта варенья и числа фунтов. Мать варила также желе из черной и красной смородины и малины, а еще наполняла многие бутылки ягодными сиропами. Для этого она выжимала через кисию малину и землянику, занятие требующее большой силы рук, после чего варила этот сок с большим количеством сахара. Все это я пишу, конечно, не ради рецептов кулинария, а чтобы показать, что такое было это варенное действие. Ко всему сказанному прибавлю еще, что варенье варилось в огромном количестве и не только на всю семью, но и для некоторых друзей и знакомых по целому ящику. Я забыла упомянуть о варенье из крыжовника, иногда и из барбариса и плодов шиповника, очищенных от семян. В городе варилась еще брусника с яблоками и сливы. Предоставляю читателю судить о том, какое количество ягод и сахара потреблялось на варенье и сладкие блюда. Но ведь ягоды стоили гроши, а сахарный песок от 12 до 15 копеек фунт. Кухарок брали всегда хороших и с большим разбором, но характерно то, что при большой гуманности и даже доброте хозяев никому и в голову не приходило, что поздний обед в летнюю пору заставляет кухарку в жаркие дни целый день париться в кухне, да и вообще иметь мало свободного времени. Правда, при ней всегда была судомойка, так что от мытья целой груды посуды она была избавлена, но беречь судомойку также никто не думал. Прислугу отлично кормили и очень хорошо с ней обращались, но кухарка была завалена работой. Иногда было три тестяных блюда в день, например, вареники к завтраку, пирожки за обедом и сдобные булки к вечернему чаю. Горничной было гораздо легче, тем более, что прачка нанималась отдельная. И все же надо сказать, что на шахматовских хлебах и деревенском воздухе прислуга всегда поправлялась и была обыкновенно веселая. Кухарка в нашей семье считалась лицом очень важным, так как хорошей еде придавалось большое значение. Глава пятая. Покупка и устройство шахматово. Первые впечатления. Первоначальный вид и убранство. Мысль о покупке шахматово возникла у отца после получения наследства от какого-то пензенского дядушки. Отец был пензенский дворянин. Часть денег пошла на поездку всей семьей за границу в Швейцарию. Другую решено было употребить на покупку имения в московской губернии. Почему именно там? Да потому, что там уже были два имения родных моей матери Трубицына, в котором она выросла и Дедова, имение сестры ее Коваленской. Эти места были хорошо известны и нам, детям. Мы там не разживали. Все мы любили тамошнюю природу и были близки с обитателями обоих имений. Отец мой также охотно проводил лето поблизости от родных жены, которых очень любил. В Клинском уезде было в 70-х годах три имения профессоров Петербургского университета, в том числе и Менделеевская Боблова. Отец мой навел справки у Дмитрия Ивановича о продающихся по соседству от него подходящих имениях. Ездил вместе с ним осмотреть два из них и выбрал последнее, которое было и дешевле и более удачно для житья, так как там была вполне оборудованная усадьба с хорошим домом, с котом и службами. Место отцу тоже понравилось, несмотря на отсутствие реки и вообще воды вблизи дома. Шахматово было небольшое имение в 120 десятин, из которых большая часть была под лесом. Предыдущий владелец Языков свел лес за несколько лет до нашего поселения в Шахматове, так что за исключением небольших рощ вблизи дома лес имел вид густого кудрявого кустарника не выше человеческого роста. Припомним строки возмездия. В то время земли пустовали, дворянские и маклаки их за бесценок продавали, но начисто свели лески и старики, не прозревая грядущих бедствий, за грош купили угол рая неподалеку от Москвы. Внизу под горой, над которой стоял дом с засадом раскинутым перед ним, был колодец, а немного поодарь от него небольшой пруд, питаемый ручьем, который в него вливался и протекал дальше по долине, огибая старый казенный лес, подходивший к шахматовской земле, и пропадал в каком-то болоте. Шахматово было куплено весной. При усадьбе приставлен был сторож, старичок из соседней деревни, который возил воду и кормил лошадей, а скотница бабушка Катерина смотрела за четырьмя коровами холмогорками, за курами и утками. В доме было много мебели и даже несколько ламп. Оставалось только привезти к кровати да письменный стол для отца, купить посуду и обновить обивку на мебели. Этим предварительным устройством занялась наша мать. Она поехала в шахматово раньше всех и привезла кровать из стола отца, затем купила на станции простенькие, но миловидные сервизы и ситцев для обивки мебели и своими руками перебила заново несколько диванов, кресел и мягких стульев. Наняла она также пастуха, работника Гаврилу, заменившего сторожа, и прислугу, деревенскую девушку Машу, которую она научила убирать комнаты и стряпать те нехитрые кушания, которые составляли ее обед, то есть котлеты, яичницу и рисовую кашу. Кроме того, она с большой охотой пила молоко, непременно холодное, которое приносили прямо с Ледника в крынке, и пила чай с французскими булками, купленными на станции. Станция подсолнечная не из важных по своему значению на железнодорожном пути, но так как через нее проходит шоссе так называемого Екатерининского тракта, она давно уже превратилась в большое богатое село со множеством лавок и даже каменных купеческих домов, с базарной площадью, где происходил торг в известные дни недели, с каменной церковью и с очень хорошей земской больницей. Вследствие этого там можно было купить любую провизию и много другого товара, а к поездам выезжали ямщики на парах и тройках с рессорными колясками. На подсолнечной были дачи, а в окрестностях много барских имений. Она замечательна еще тем, что около нее лежит Синежское озеро, самое большое в московской губернии. В нем водится много рыбы, и туда приезжали в те времена ловить ее даже из Твери. Один из берегов озера лесистый, другой болотистый. В этом месте идет через озеро длинная дамба, поблизости от него два села, большой и малый Синеж. Устраивая к нашему приезду шахматовский дом и комнату для всех членов семьи, толкуя с мужиками о пашне, со скотницей о домашних делах, устраивая огород и так далее, мать, разумеется, была все время занятая и не скучала, но сильно обо всех нас соскучилась и с нетерпением ждала, когда мы освободимся от городских занятий, а дочери от гимназии соберемся всей семьей в шахматове. У меня сохранилось одно из ее писем этого времени, написанное мне стихами в виде окростиха. окростих стихотворения, в котором начальные буквы стров составляют какое-нибудь имя или слово. Прежде чем приводить его, я должна объяснить, что меня называли в детстве мудрец. Это название придумал отец, когда мне было лет пять, и я, отличаясь крошечным ростом, имела очень серьезный вид и любила поважничать своими занятиями. Читала какие-то скучные истории о птицах и зверях, бездарно написанные в детской книжке сияния и уверяла, что мне это интересно, а сидела при этом на соломенном креслице за маленьким столиком, называя все это почему-то моя канцелярия. В двенадцать лет, когда было куплено Шахматова, меня все еще называли мудрец, хотя я уже утратила к тому времени часть своей мудрости. Как бы то ни было, мать написала мне так. Шахматова, 23 мая 1875 года. Мудрец премудрой скалы бели, а не наукой умудрен, не торопись к заветной цели. Я знаю, ты и так умен, без напряжения и без скуки еще учиться должен ты, копаясь в корешках науки, ее не ешь до тошноты. Тебе пора иным питаться, от педагогов отдыхать, в поля и рощи устремляться, а книги в печку побросать. Мой друг, я не с корыстной целью об этом говорю с тобой, я, сидя под зеленой елью, довольна ведь своей судьбой. О чем мне плакать в самом деле, чего жалеть, напрасный труд, когда я знаю, через неделю, а много две, ты будешь тут. И тогда я тебя расцелую, твоя мать. И вот, наконец, в один из первых июньских дней четыре сестры Бикетовой с отцом во главе поехали в Шахматово. Университетские дела остались позади, экзамены были выдержаны, и все мы в самом радужном настроении уселись в вагон второго класса Николаевской железной дороги. Сестра Катя забыла и думать о своих романтических горестях, и не меньше младших сестер интересовалась тем, какое Шахматово и как мы там заживем. Все мы очень любили деревню, а так как попадали туда неизменно по Николаевской железной дороге, то знали наизусть все станции, нежно их любили, и выезжая всегда с почтовым не будет обед, на закате станция Чудово, тихий вечер и Волхов в разливе, ночью Спирово, где такие вкусные пирожки с яблоками, а утром клин, молодая зелень и цветники около станции. Мы любили станционные звонки и дребезжащий свисток сторожа, который называли почему-то свиристель, и постукивание по колесам дорожного мастера, и, о, как блаженно засыпали при первых подрагиваниях вагона, трогающегося с места после стоянки. А как весело было выходить ночью на станции, пить чай в станционной зале и, если осталось время, гулять по платформе, глядя на станционную суету и вдыхая вольный воздух полей. На подсолнечную приехали рано, около шести часов утра, но давно уже были готовы. Вышли, посидели в станционной комнате с клеенчатой мебелью и графином воды на желтом столе, напили чаю, который принес нам из трактира расторопной малой в белом переднике и поехали дальше в двух экипажах. В нашей рессорной коляске, запряженной тройкой крепких буланных лошадках и в наемном тоже на тройке, подвода, высланная в Шахматово, ехала с вещами и городской прислугой. День был великолепный, боже, до чего нам понравились и Синежское озеро, действительно очень красивое и совершенно синее, и чья-то дача около станции с большим садом, который казался таинственным и бесконечно интересным, и бойкая станция с запертыми лавками и каменным мостом через мелкую реку, и село новое с белой церковью, расположенной на горе в стороне от дороги, и деревянный мост через реку, протекавшую под этой горой, и густые ольхи, осенявшие реку и все остальное. Больше всех веселилась и выражала свои чувства, конечно, Ася. Дорога была вообще сносная, местами даже совсем хорошая, благодаря сухой погоде, но когда мы проехали последнюю деревню Старый Стан и вскоре вслед за этим въехали в казенный лес Праслова, тянувшийся на несколько верст нашего пути, дорога сразу испортилась, и начались такие ухабы, толчки, зажоры, что едва можно было усидеть на месте, но лес был великолепен. Столетние ели, березы и осины, а местами ольхи тогда же привлекали наше внимание нежные, еще весенние цветы, большей частью белые и голубые, восхищали нас во все время пути, в перелесках и на откосах у самой дороги. Одно из первых наших впечатлений, когда мы очутились на воле после вагона, было пение какой-то неизвестной нам по названию, но бесконечно знакомой нам птички, с которой у меня до сих пор связаны воспоминания о весне и деревне, а потом зазвенели над нами жаворонки, в лесу призывно закуковала кукушка и, наконец, где-то защелкал соловей. Все это были для нас знакомые, но вечно новые радости в нашем состоянии невинных девушек, счастливых своей первой юностью, ведь старше из нас еще не было восемнадцати лет. Но вот мы выехали, наконец, из Праслова на гладкую дорогу и проехали мимо небольшого, но замечательного батюшковского леса с такими громадными развесистыми елями, каких я нигде в нашей местности не видала. А вот и Толченовское поле уже на нашей земле, тут дорога поворачивает вниз, мы въезжаем в молодой лес, а за ним открывается вид на шахматовскую усадьбу со стороны двора, какие-то здания торчат между зеленью, направо от дороги озимые яровые хлеба, а за ними лесные дали. Зубчатые ели Праслова, сливающиеся с лесистым склоном шахматовской усадьбы, все лес и лес, которому, кажется, нет конца, замыкает весь горизонт, а налево от дороги тоже хлеба, и за ними холмы и холмы с пестрым узором пашин, лугов, хлебов и деревень, и кое-где белой церкви. Обе наши тройки со звоном колокольцев быстро въезжают на двор мимо кустов шиповников, слева и скот на избы справа. Громко залаяли собаки, а вот и дом, серый, с зеленой крышей, с мезонином и двумя одинаковыми крыльцами, выступающими вперед. На правом встречает нас мать, сияющим лицом, простирая к нам широкие объятия. Вылезаем, долго обнимаемся с ней и что-то несвязное говорим друг другу. Она ведет нас через маленькую переднюю столовую, мы видим открытую стеклянную дверь, выбегаем на балкон, и первое, что мы замечаем направо от него, это развесистая и густая яблоня, вся сплошь покрытая белыми, нежно-душистыми цветами. Точно роскошный свадебный букет встречала она нашу светлую юность. Это была какая-то особенная яблоня, сибирская, как объяснил нам отец. У нее были жесткие, мелкие, совсем несъедобные плоды, но цветы особенно крупные, нежные, но без розового оттенка. Налюбовавшись на яблоню, мы застыли перед широкой заманчивой далью, открывавшейся в левую сторону. За нашим садом живописно велась сначала вниз, потом все в гору, проселочная дорога, которая вела в ближайшую деревню Гудино. В обе стороны от нее расстрелались луга и пашни, а дальше до самого горизонта леса, селения и вся знакомая тихая ширь русской деревни. В одном месте над темной гущей деревья вбелела остроконечная верхушка церкви. Издалек казалось, что она утопает в чаще, а на самом деле деревья отступали от нее довольно далеко, но низ ее скрывали леса, подходившие к ней с нашей стороны. В чем заключалась прелесть этого вида, трудно сказать, но он поражал всякого человека, неравнодушного к природе русской деревни средней полосы. Перед балконом была площадка с незатейливыми цветниками, за ними густым шатром поднимались старые липы, а вблизи дома и дальше виднелось много роскошно цветущей сирени. Все это мы рассмотрели прежде всего, а потом обратились к дому. Он был одноэтажный, с мезонином, в стиле среднепомещичьих усадеб двадцатых или тридцатых годов девятнадцатого века. Уютный, хорошо расположенный, он был построен на кирпичном фундаменте из великолепного соснового леса, с тесовой обшивкой серого цвета и железной зеленой крышей. К дому пристроена была кухня, соединенная с ним крытыми сенями. В кухню можно было пройти со двора. Окна ее выходили в сад и во двор. Дом состоял из семи жилых комнат, пять внизу и две в мезонине. В сад с лицевого фасада выходило три комнаты, каждая по два окна. В угловой по боковому фасаду было три окна. Они были почти квадратные, глубиной около девяти аршин, шириной восемь, четвертая комната поменьше, аршин шесть, глубиной и поуже выходило тоже в сад, но с бокового фасада. В ней было одно широкое окно с боковыми узкими стеклами. Эта комната сообщалась с передней. На двор выходила только передняя и одна комната в два окна, в которую вписана кладовая, отделенная невысокими стенками, оклеенными обоями. Кладовая занимала только часть стены, так что в комнате оставалось еще много места. Отсюда вела дверь на площадку, с которой можно было сене, оттуда в кухню или на двор. Вправо за дверью с площадки шла лестница в мезонин. Наверху лестницы была довольно большая площадка с оконцем, выходившим на крышу постройки. Из него открывался уже описанный мною вид. Влево от этой площадки шел проход в мезонин, замыкающийся двумя ступенями и дверью. В мезонине было две жилых комнаты, одна большая с широким итальянским окном, выходившая в сад, и другая неглубокая с таким же окном во двор. Между ними была еще небольшая комнатка, или, вернее, проход без окон, где были вешалки для платьев. Нижние комнаты были высокие, а в мезонине гораздо ниже, полы везде крашенные. В большой угловой комнате, выходившей в сад, раскраска была в узор квадратами, обведенными черными с белыми каймами. Обои внизу были дорогие, очень красивые, окна двустворчатые, без поперечного переплета, с узкими цельными стеклами наверху и внизу. Добавочные стекла были почти везде цветные, в угольной комнате голубые, в других темно-лиловые или желтые. По словам местных строжил, и, судя по убранству и цвету обои, у прежних владельцев комнаты распределялись так. Спальни были в мезонине, причем отдушник печной трубы был заткнут чьим-то шиньоном. Внизу было две гостины, голубая и красная, между ними белое зало. Столовая помещалась в надворной комнате складовой. Там стоял между окнами овальный раздвижной стол из дуба со множеством нетвердо стоявших ножек на роликах. Там был и буфет такого же дерева. В гостиных было несколько ломберных столов, указывавших на частую карточную игру. Мебель была или мягкая, без дерева, частью хорошей работы, частью похуже, фасон обычный, с одной подушкой, без мягкой спинки и с деревянными ручками. Была совсем плохая мебель, другого типа. Несколько стенных зеркал в тяжелых рамках красного и орехового дерева украшали стены, но стекла их были испорчены пожаром. В комнате с дрожащим столом между окнами висел почему-то большой портрет Петрарки в красках, в коричневом платье, со складками и в лавровом венке на голове. Других портретов или картин не было. В одной из комнат висел небольшой оригинальный образ калужской Божьей матери, без оклада, с хорошей живописью, изображавший Божью Матерь с книгой в руках без младенца. Распределение комнат, разумеется, было нарушено и стало таким, как рассудила мать. В средней комнате с белыми обоями, темноватой от навеса, сделанного над балконом, была столовая. В глубине ее между двумя дверями стоял буфет, посредине простой некрашенный стол, покрытый желтой клеенкой, заказанный у деревенского столяра. У одной стены стояла фортепиано темного дерева, так называемое пьяно-каре, привезенное из Петербурга, где был уже куплен большой рояль. Там и сям по стенам стояли стулья и столики, у одной из стен небольшой диванчик вычурной формы, который мы с сестрами сейчас же окрестили кривлякой. Над столом висела старинная лампа с круглым белым колпаком, на стенах две стенные лампы. В красной гостиной налево от столовой была комната отца, самая солнечная, что было ему особенно приятно. В голубой гостиной были обои с бледно-голубыми французскими лилиями на густом голубом фоне и золотыми цепочками между ними. Цвет этих обоев, а по возможности и узор, мы сохраняли в неприкосновенности при дальнейших ремонтах, а эта комната всегда называлась голубой, в отличие от других, где обои меняли свой цвет. В столовой мать повесила в восточном углу большой старинный образ Божьей Матери в золоченом окладе, в других комнатах повешены были маленькие образки или крестики. Себе мать взяла по вкусу самую тенистую комнату, которую затеняли два больших серебристых тополя, стоящие у забора, сейчас за калиткой, которая шла со двора в сад. В комнате отца стоял между окнами старый письменный стол ясеневого дерева, с зеленым сукном и двумя ящиками, без колонок, подаренные каким-то приятелям в первые годы его женитьбы. У противоположной стены была кровать и большой умывальный стол с двумя тазами и кувшинами, как принято было в нашей семье. В углу была большая печка, за дверью стоял ясеневый шкаф для белья, против него у свободной стены диван без дерева, обитый белым с розовым ситцем. Несколько кресел красного дерева очень удобный соломенный стул с ручками у стола и большое зеркало в простенке довершали убранство комнаты. У матери был простой умывальный стол деревенской работы, покрытый клеенкой, против кровати зеркала в раме красного дерева с подзеркальником, в котором был ящик, а внизу тонкая резьба в виде точеных стрелок. Красивый ореховый стол полированного дерева с ящиком и фигурной подставкой для ног служил письменным столом и стоял боком к окну, на котором висела старая ситцевая занавеска с букетом белых цветов, разбросанных по светло-серому фону. В углу стояло большое кресло без дерева с высокой спинкой, а перед столом у окна стул красного дерева с мягкой подушкой и деревянными ручками. Направо от туалетного стола стоял комод красного дерева. Голубая комната предназначалась для старших сестер. На окнах были тюлевые занавески, в простенке лицевой стороны висело продолговатое зеркало в ореховой раме, под воск. Рама была худшей работой, чем все остальное, но зато это было единственное зеркало в доме, не испорченное пожаром. Под ним был такой же подзеркальник со стрелками, как у матери. В глубине комнаты против окон почти всю стену занимал диван атаманка с валиками, обделанной в раму красного дерева. Мать обила его голубым ситцем с белыми полосками. Та же материя была и на подушках тех кресел, что стояли там и сям по стенам и у круглого стола посреди комнаты. И кресла и стол были красного дерева, у свободной стены против боковых окон стояла кровать. В углу печки, топка, которая была в смежной комнате, занимаемой матерью, стоял умывальный стол. В комнате было еще шесть стульев простой работы, обитых серой клеенкой, комод красного дерева и два круглых столика на одной ножке. На них и на большом столе расставлены были букеты сирени. Нас с сестрой Асей поместили наверху в большой комнате, выходившей в сад. У нас убранство было попроще, но все-таки был свой комод, умывальный стол, небольшой туалетик с зеркалом, диванчик без дерева, обитый пестрым сицем, несколько кресел с мягкими подушками и небольшой клеенчатый стол для писания с ящиком. На столах были глиняные кувшинчики с бугетами полевых цветов. Обои тоже были попроще, но веселенькие, зеленые с розовыми цветочками. Мы были от всего этого в восторге, но главное смотрели на липы, шумевшие под окном, на сад, открывавшийся во все стороны, и вообще на виды. Непосредственно под окном нашей комнаты была покатая крыша балкона, сделанная из столя. Кстати, опишу и самый балкон. Он был немногим шире столовой, в которой между двумя окнами помещалась стеклянная дверь. Крышу балкона поддерживали спереди четыре столба. Два средних соответствовали двери, от них шла в обе стороны простая балюстрада из прямых перекладин, по бокам балкона на террасе стояли скамейки, низ балкона, был обшит тесом. С террасы шел спуск из семи ступеней. В надворной комнате мезонина поселили старую няню, которая нянчила нашу покойную сестрицу Лилию. В шахматове ей поручено было смотреть за полевыми работами. Это была энергичная и умная вологодская крестьянка, давно переселившаяся в Петербург. Она была далеко не мягкого нрава, но детей очень любила и ласкала. У нее был птичий профиль, довольно хищный. Она ходила в темных ситцах и в белых чипцах, нюхала табак и была очень богомольна. Звали ее Платонида Ивановна. Она очень одобряла шахматову и не раз повторяла, что папа даже не ошибся. В передне нижнего этажа убранство было скудное. Железная вешалка, небольшой стол и два стула. На одном из двух узких окон стоял фильтр для воды с краном. Не было даже зеркала. В глубине столовой было две двери. Одна вела в переднюю, другая в небольшую комнату с узким окном, во двор, которая сообщалась с той, где была кладовая. В этой комнате был стол в виде доски, укрепленный между стенами. На нем ставили самовары и кое-какую посуду. К одной из боковых стен был приделан шкаф с полками, доходившей до половины стены. Там помещалась домашняя аптека, горничная спала в надворной комнате около кладовой за ширмами, кухарка в кухне, а прачка во флигеле. В большой скотной избе с русской печкой и двумя комнатами помещались скотница, пастух и два работника. Об них скажу подробнее после. Продолжение следует...